Здравствуйте! Давайте начнем шестую лекцию. Всего у нас лекций 9, то есть большую половину мы уже прошли с вами на самом деле. И осталось нам 4 лекции и 3 семинара. На двух семинарах у нас будет еще работа по разработке, на третьем семинаре будет уже защита. То есть к концу мая те, кто из вас пишут сервер, принесут сервер на защиту сервера, покажут его, если у вас будут все 5 модулей, о которых я рассказываю на лекциях. То есть фронтенд, месседжевая система, игровая механика в каком-то виде, в любом, в каком вам удобно. Потом ресурсная система и датаблазный сервис 5. Вы получаете оценку отлично, ну и собственно на экзамен можете не приходить. Если у вас меньше модулей, но вы хотите лучшую оценку, вы получаете некое количество билетов на экзамене. Если вы вообще ничего не написали или кто-то из ваших друзей не участвовал в разработке, то он все равно может прийти на экзамен, получит 3 билета, ну и какую-то оценку. То есть в общем можете рассказать своим друзьям, которые не пришли на лекции, не ходят на семинары, что достаточным условием получения оценки за курс является посещение экзамена. Ну и ответ хотя бы на один из трех вопросов какой-нибудь ответ. То есть это в общем, они получат какую-то оценку. Если они хотят четверку получить, ну наверное на два вопроса надо ответить. Теперь к лекции. Изначально по программе сегодня должна была быть лекция, она должна была называться Input Output. И Input Output в ней есть, и в сегодняшней лекции он тоже есть. Но я решил, что только Input Output в заглаве выносить плохо, потому что масса всего я хочу рассказать еще другого, кроме ввода-вывода джавы. И хочу показать место сегодняшней лекции вообще в общем плане нашем. Потому что теперь уже эта схема большинству из вас знакома, схема зависимости модулей. И на ней я таким бледно-оранжевым подсветил те модули, которые у нас уже должны быть. И уже, собственно, спускаясь ниже, дальше у нас план сегодняшней лекции. Значит, с самого начала расскажу про синглтон и контекст. Но контекст вряд ли кто-то из вас использовал, а синглтон кто-нибудь из паттернов есть уже. О, это паттерн проектирования, очень хорошо. А потом расскажу про исключения и то, как их выкидывать в джаве. То, как написать свои исключения и какая система зависимости в исключениях. Кто в джаве уже делал свои исключения? Отлично. Так, потом ивенты и колбеки. Это способы взаимодействия разных частей вашего кода. В основном способы взаимодействия с библиотеками. А анонимные классы, такая особенность джавы, которой нету в C++, по-моему, нет, в шарпе есть. Это возможность удобно использовать ивенты и колбеки. Потом у нас будет, ну, собственно, это будет первый план лекции. На второй плане лекции расскажу про работу со случайными числами в джаве. С работу со временем, собственно, input-output стримы. И на основе, ну, практически всего материала сегодняшнего, в конце концов, мы рассмотрим первую часть домашнего задания. К этим двум лекциям нужно будет написать свою собственную виртуальную файлосистему. Потом она, эта виртуальная файлосистема, ляжет в основу нашей ресурсной системы. Ну, иллюстрация здесь, иллюстрация к синглтону, то есть такой одинокий специалист. Работает один, никто больше ему не нужен. Ну, и, собственно, синглтон мы как раз сейчас с него и начнем. То есть на синглтон в самом грубом приближении можете смотреть как на статическую, ну, как аналог статических полей. То есть если у вас вдруг во время работы возникло желание какое-то поле не для простых типов, не для стринги, а для реального объекта, какого-то объекта с полями, полноценного объекта, который вы создаете через new, а сделать его статическим, то это как бы первый сигнал вам для того, чтобы сделать его синглтоном. Ну, то есть как следует из названия, синглтон, он в приложении у вас может быть только один. То есть в одном вашем процессе этот класс сконструирован так, что он позволит создать вам только один объект этого типа, и все. Больше вы никакой, никто, ни вы, ни кто-то другой, который будет с вами писать приложение, ни одного объекта этого типа, кроме единственного, создать не сможет. Опять же здесь сразу видно, что это сильно лучше, чем статические поля, потому что статическое поле, ну вот если у вас есть большой объект, допустим, виртуальная файловая система, объект, через который вы работаете с файлами, по-хорошему вам нужно быть уверены, что он у вас один, чтобы у вас вся работа с файлами шла через один какой-то, ну через один ваш объект. Если вы просто заведете статическое поле, и в этом статическом поле создадите объект типа виртуальной файловой системы, то никто не мешает кому-то, и вам в том числе, в другом месте вашего кода создать еще один такой же статический объект, и тогда их у вас получится два. То есть, ну у вас явно будет некая пудрница. Вот синглтон вас и от этого тоже спасает. То есть он лучше, чем статическое поле, во-первых, потому что гарантирует вам, что он один, и сильно лучше тем, что он производит отложенную инициализацию. То есть если статическое поле у вас будет, конструктор по умолчанию для вашего объекта будет вызван в момент старта программы, для статического поля, то для синглтона конструктор его будет вызван в тот момент, когда вы первый раз к нему обратитесь. И по структуре и по схеме, собственно, вот нижняя часть слайда, у вас синглтон, очень довольно простая структура, он сам в себе содержит приватное поле, ссылку на объект своего класса, причем статический. То есть вот эта вот нижняя часть, это в синглтоне приватное статическое поле типа самого себя. И кроме этого у него еще есть функция getInstance, ну или просто ее пишут без get, просто instance, которая этот самый, это тоже статическая функция, которая этот самый статическое поле возвращает. То есть смотрите, внутри самого синглтона есть статическое поле, содержащее сам синглтон, сам объект внутри класса. И есть функция, которая может этот объект вернуть по запросу. То есть вы спрашиваете статическую функцию, она ему возвращает. И кроме того, обязательным атрибутом для синглтона будет приватный конструктор. То есть у него всего один конструктор, конструктор по умолчанию, и он приватный. Никто снаружи никаким образом ваш синглтон построить не сможет. В коде это выглядит, ну вот, например, вот так. То есть у нас есть класс синглтон, в нем есть приватное статическое, опять же, синглтон, и ссылка на сам объект. У нас есть здесь приватный конструктор, и getInstance или instance функция, которая сам синглтон вернет, она при запросе, когда вы спрашиваете instance, посмотрит, а есть ли синглтон, если его нет, она его создаст, если он есть, она его вернет. То есть смотрите сами, при использовании, все, что вы можете при использовании сделать с синглтоном, это написать singleton.instance. и все, и любой, кто использует этот синглтон, сможет сделать с ним только это. То есть никаким образом никто не сможет создать второй instance, и не нужно создавать instance синглтона, ну, до тех пор, пока он действительно не понадобился. То есть если вы запустили свое приложение, а у вас в приложении есть, допустим, что-нибудь для отладки, какие-нибудь тестовые модули, которые вы просто проставили во все свои функции, они каким-то особым образом ведут за вами логи. Можно совершенно, ну, то есть при наступлении каких-то событий они будут это все логировать. Можно совершенно спокойно сделать их синглтонами. Таким образом вы сможете получить к ним доступ везде в коде. То есть вот это вот третий бонус. Вы, зная класс синглтона, то есть если ваш пакет, из которого хотите к синглтону обратиться, знает о пакете, в котором синглтон лежит, то есть у вас есть доступ к этому классу, то вы в любом таком пакете можете к инстансу синглтона обратиться. Вам не нужно передавать ссылку на синглтон куда-то еще в своем коде. Вы в любом месте, где вы знаете о классе, можете у этого класса спросить instance. При первом запросе на него создаст, при последующих запросах просто его вернет и все. То есть я настоятельно вам рекомендую не использовать статические поля у себя в коде. Особенно, ну скажем так, есть ничего страшного, если вы должны задать какую-то константу. Если у вас есть константная строка, или у вас есть, ну самый простой хелпер, например, который можно написать с константами, это перевод единиц времени. В Javion уже есть, но вы можете написать свой собственный. То есть вы можете сказать просто, что у вас в одной секунде тысяча миллисекунд, и тысячу вывести в константу. То есть не просто в местах в коде писать тысячу, вот будет магическое число, а писать там переменную с говорящим названием, там миллисекунды в секунды, и везде ее использовать. То есть вот такие статические поля использовать нормально и правильно. У вас может быть статические переменные, например, со стрингами, с названием классов. Ну то есть что-то, что неизменяемое. Если это поля final, то совершенно спокойно можете делать их статическими, даже публично статическими, ничего страшного. Но если у вас объекты, то объекты все лучше сделать синглтонными. С контекстом все чуть сложнее. Ну то есть это просто более сложная система для работы. В принципе, задача у контекста синглтоном в чем-то похожая. Вам нужно… Ну то есть вот когда я говорил, что вы можете везде протянуть в коде ссылку на синглтон, ну точнее, ссылку не надо протягивать, просто обращайтесь к синглтону в любом месте в коде. То есть он выполняет задачу, что вы свой синглтон можете показать в любом месте в коде. У контекста похожая задача. Давайте начну с примера. В свое время мне пришлось работать на стыке C++ и Fortran. И я видел функцию с сигнатурой, в которую передавали из Fortran 42 переменные. То есть вот функция, а у нее на вход 42 параметра. Но это был некий научный код, там, наверное, я не помню уже, что именно, может быть, там какая-то сетка была задана. В общем, что-то было задано с очень большим количеством переменных. И если посмотреть современные большие программы, очень много, ну, допустим, возьмем какой-то большой серьезный модуль, ту же игровую механику, допустим, нашу. Ей для работы нужна будет файловая система. Ну, наверное, нужна будет. Ресурсная система нужна будет. Ей нужна будет хелперы всевозможные для работы со временем, со случайными числами. То есть получается, что вы либо должны все эти ссылки во всех ваших объектах хранить, тогда вы их должны будете передавать в конструктор. То есть у вас у конструкторов будет те же 42 параметра при создании объекта. А, ну, месседжевая система, естественно, тоже там же должна быть. То есть там могут быть десятки объектов, которые нормально, просто, ну, нужны для работы модуля. Модуль большой, выполняет высокоуровневый, выполняет сложную работу, ему нужно много разных служб для того, чтобы он с ними работал. Можно все эти службы передавать, все, ну, просто взять, передавать всем спискам. Тогда вы во все функции должны будете передать весь список. Первое решение, которое приходит в голову, можно их все положить в какой-то один объект. То есть мы берем, создаем такой объект, объект называем службы, и вот в нем лежат все наши службы, а мы этот объект везде передаем. Такое решение тоже плохо, потому что вам может понадобиться каким-то вашим сервисом, ну, как бы, допустим, первая половина службы, а вторым сервисом, ну, вторым вашим модулем большим, вторая половина службы, а вы будете всех передавать. И у вас нет возможности контролировать наличие этих служб. То есть, как бы, допустим, для какого-то из, для игровой механики, например, помещение в нее, нет, скажем так, например, помещение для фронтенда в службы, связанные с случайными числами, с работой с случайными числами, будет лишним, он там не нужен. То есть, по-хорошему, фронтенд не должен ничего знать о модуле работы с случайными числами. А вы все равно создали большой объект, и в него положили и рендом тоже. То есть, кто-то, разрабатывая фронтенд дальше после вас, может увидеть, что здесь есть случайные числа, как-то их заиспользовать, у вас получится вычисление не только в механике, а еще в фронтенде. Представьте, что разработка идет на много человек, не на три человека, а на 50 человек. И тогда хорошо бы еще контролировать, какой из модулей у вас какие сервисы получил. Вот две эти задачи, во-первых, передать все одним куском, а во-вторых, передать только то, что нужно, выполнять контекст. Это объект, который, ну, фактически это просто объект, обертка над картой. Карта, класс, объект класса. Вот она, я здесь ее выписал. То есть, у вас внутри контекста приватное поле с картой, в которой первый переменный это класс, а второй это то, на какой этот объект этого класса, который создали. И вот в эту карту, в контексте мы можем закладывать наши сервисы. Сюда можно положить класс, например, ресурсная система и объект ресурсной системы. Сюда можно положить класс, работая с, то есть класс, который вы создали для работы с случайными числами. И положить объект. И у этого контекста вы всегда можете по классу спросить instance объекта. У нас нечто похожее было, когда мы с вами написали первую версию адрес сервиса. Там была вот эта самая маппина. Адрес сервиса — это не совсем контекст, но некое приближение, ну, вы как бы просто можете вспомнить в коде, как это выглядело. Вот оно примерно так и выглядит. Контекст. Давайте просто по использованию, как бы для чего можно его использовать. Мы в контекст при старте сервера закладываем службы. Те службы, которые нам могут понадобиться при работе в разных модулях нашего сервера. Считается, что мы считаем, что во время работы мы контекст не меняем, мы в нее ничего не подкладываем, ничего из него не удаляем. В принципе, через контекст можно, то есть в контекст, ну, как бы вроде как даже можно наши абоненты положить. Но тогда это будет доступ к другим трэдам без месседжевой системы. И в этом случае получится, что вы, ну, у вас, собственно, конкретно модификационный exception можете вылетать, потому что вы же внутри каждого своего трэда не рассчитываете в большинстве его переменных, что их будут менять с другой стороны. То есть подкладывать в контекст абоненты не нужно. Он не для этого придуман. Он нужен для того, чтобы задать некий список служб, положить его в него, да, ну, то есть какие нужны, положить его в него и ссылку на него передать, допустим, в механику. То есть он лежит в механике. В механике свой контекст. В контексте лежат какие-то объекты. И если какой-то из функций механики нужно будет поработать с некими службами, вы туда передаете контекст, она нужная для себя из него достает и с ними работает. Сам аккаунт-сервис — это отдельный трэд, который живет в отдельном потоке. К нему не нужно обращаться. Ссылки на него не должен знать никто, кроме месседжевой системы. А адрес он придуман как раз для тем, чтобы все знали о том, что есть такой аккаунт-сервис, но никто напрямую доступ к нему не имел, потому что адрес — это просто наше число какое-то. Контекст, он для другого. Ну вот давайте я, наверное, теперь код покажу, код контекста примерный. То есть вот у нас карта с классом, класс на объект. И у нас две функции — положить что-то в контекст и достать из контекста. То есть вы в контекст можете передать класс, передать объект и, ну, собственно, проверить, что такого еще нет и положить его в контекст. Вот эта проверка, что такого ключа еще нет, гарантирует вам, что у вас все ваши службы, находящиеся в контексте, созданы в одном экземпляре. То есть это та же самая гарантия, что у синглтона на самом деле. Вы должны будете, вы сможете в контексте положить только один раз. Второй раз, если вы пытаетесь ее положить по тому же ключу, у вас вылетит исключение. Ну, здесь можно исключение кинуть или написать ошибку в log. Если, в принципе, никто не мешает вам положить один и тот же объект по нескольким классам, допустим, по нескольким своим интерфейсам. В этом тоже ничего страшного нет. У вас будет один и тот же объект в контексте лежать, но доступ к нему можно будет сделать по разным его интерфейсам. Разные сервисы смогут его вытащить по-разному. То есть поэтому я здесь и передаю две переменные класс и объект. Можно было бы просто передать один объект, вытащить из него класс и положить его. Но тогда схема была бы не такая гибкая. Вот здесь есть еще один такой кламур. Вот этот класс Z — это не следствие прослушивания американского рэпа, это стандарт. Ну, просто класс написать нельзя. Для обозначения переменной класса нужно что-то использовать. Джао-программисты говорили, давайте писать класс Z. Ну и теперь везде у нас, где класс, у нас вместо этого вместо SZ. Ну и по этому классу вы можете обратно свой сервис достать. Давайте еще раз по юзажам. То есть, ну, я сейчас много стал работать со специалистами из команды веб-разработки, а у них в каком-то смысле мантра такая. Давайте исходить из использования. Ты что-то предлагаешь? Как будем это использовать? Как можно использовать контекст? Вы стартуете сервер. В момент старта, то есть перед тем, как вы сказали, сервер запущен, до того, как на него смогут заходить пользователи, проводите некую инициализацию, создаете один контекст. И в этот контекст складываете все свои службы, которые в нем нужны, которые должны быть в одном экземпляре. Там работа с ресурсами, с файловой системой, работа с рэндомом, работа со временем, они здесь все лежат. И в этот контекст передаете во все ваши абоненты. А, месседжевую систему в него тоже можно положить. То есть смотрите, у нас сейчас как выглядит main. Мы создали месседжевую систему, потом мы создаем frontend, механику, аккаунт-сервис, и в них передаем месседжевую систему. Вместо месседжевой системы можно в них во все передавать контекст, а в контексте хранить все службы. То есть у вас получится, что конструктор всех наших абонентов содержит одну единственную переменную, в данном случае контекст, и в этом контексте все, что нам нужно, лежит. Причем мы гарантировали созданием этого контекста, что все эти службы находятся в единственном экземпляре. Если кто-то вместе в коде захочет их еще раз добавить, он их добавить не сможет. Так, сейчас я вернусь к предыдущему слайду. Ну, в принципе, я обо всем, наверное, сказал. А, ну вот еще, еще такой большой бонус. Опять же, он больше связан с разработкой больших приложений. В принципе, я о нем уже сказал. Вы можете в контексте, контекстом контролировать наличие каких-то служб, которые у вас в этом контексте есть. То есть если вы можете создать конфиг, в конфиге описать, что нужно положить в контекст для конкретного процесса. У вас могут быть не многое поточное, а многопроцессная система. Каждый процесс может заниматься чем-то одним. Допустим, у вас есть процесс, который отвечает за фронтенд. Собственно, кроме фронтенда в нем никто не живет. У вас есть, ну, может быть, скажем так, и Skyforge, и Aloda так и работает. Процесс, который отвечает за игровую механику. То есть там живет игровая механика, больше там ничего нет. И в конфиге для них можно определить, что конкретно положить к ним в контекст, чтобы не положить ничего лишнего. Чтобы кто-то, кто мог бы захотеть что-то вытащить из этого контекста, допустим, на фронтенде, что на фронтенде не должно быть, вытащить из этого не смог. То есть при обращении он пытается получить сервис, которого там нет, ну, или 0 pointer exception получит, или если аккуратно обернуть, сообщение о том, что запрашиваемого вами сервиса в данном контексте нет. И таким образом вы подстрахуете себя от того, что внезапно, как, допустим, team lead команды, вы обнаружите, что у вас на фронтенде уже вычисляется половина механики. Хотя вы изначально не подразумевали, что такое может быть. Ну, картинку, я думаю, все уже увидели. Я искал картинку, которая бы иллюстрировала нечто кидаемое. Решил, что это достаточно популярный кидаемый объект. Ну, потому что throwable – очень важная часть джавы. То есть выкинуть исключения. Вообще, предок всех исключений в джаве – это throwable. То есть это нечто, что можно выкинуть. Ну, вот, собственно, о них, об исключениях и от throwable я как раз и хочу сейчас рассказать. И начну с такой, в каком-то смысле, издалека. То есть зачем вообще нам нужны исключения? Представьте, что вот вы пишете функцию, которая что-то выполняет. и в нормальном… Ну, то есть если все идет хорошо, то функция у вас отрабатывает, возвращает значение, которое должна вернуть. Если что-то плохое происходит в этой функции, и она завершить себя не может, и нормальный результат вернуть не может, можно попробовать из функции вернуть какое-то странное значение. Допустим, вернуть 0, или 0, или минус 1. То есть можно как-то сигнализировать вызывающей стороне о том, что мы не смогли получить нормальное значение. Но это плохо, потому что это не очевидно, во-первых, для разработчика. Кто-то, кто видит, как вы используете вашу функцию, по сигнатуре функции не может понять, минус 1 это нормально, вернуть минус 1, или минус 1 это код ошибки. Если у вас много ошибок в функции может происходить, то вам может понадобиться, ну, собственно, просто сказать тому, кто использует функцию, что, собственно, случилось. И тогда вы, получается, должны быть передать много разных ключей. Вот чтобы так не делать, вообще, ну, не только в Jai, вообще везде, в больших языках, есть возможность выкинуть исключение. То есть произошла какая-то исключительная ситуация, и у вас выход из функции происходит, ну, вот просто я написал второй возможный выход из функции. То есть есть нормальный выход из функции, а есть возможность выйти из функции, выкинув исключение. Внутри себя исключение — это объект. То есть я, как уже сказал, родители у них у всех абстрактный, по-моему, или просто класс неабстрактный, дойдем до него. В общем, всех классов исключений родитель throwable, и у наследников могут быть какие-то поля, вы в эти поля можете положить код ошибки, у вас вылетает исключение, вы у него спрашиваете у исключения о его причине, он вам свою причину рассказывает. Здесь может возникнуть соблазн возвращать значения из функции исключениями в штатном режиме. То есть вместо того, что, ну, допустим, можно вообще представить такой идеальный случай, идеально плохой случай, когда вы все ваши функции пишете функциями void, ну, то есть они возвращают void, ничего не возвращают. А все результаты функции возвращать через исключение. И это будет работать на самом деле. То есть написать так можно, но писать так очень плохо, потому что throwable при создании себя записывает call stack. Ну, то есть как бы мы считаем, что если появилось исключение, разработчики Java решили, что если появилось в вашем коде исключение, значит, о производительности речь уже не идет. То есть, значит, случилось что-то такое плохое, что разработчик не подразумевал совсем или подразумевал в исключительных случаях, ну, на то оно исключение, что эффективность этого, ну, эффективность вашего кода дальше уже не важна. Поэтому он собирает кучу данных для себя, складывает и вот с этими данными вылетает. Если вам важна ваша производительность, то не нужно использовать исключение для штатной работы вашего кода. Они не для этого придуманы, они, ну, слишком много издержек вы получите для такой работы. Кроме этого, задача исключения еще в том, чтобы пробросить сообщение об ошибке через ваш call stack. То есть представьте, что вы вызвали подряд 10 вложенных функций, потом в какой-то из них произошло какое-то событие, ни одна из этих функций что с этим событием делать не знает. Например, вы открыли окно и хотите прочитать что-то из файла. Выбрали этот файл, а у вас появилось исключение, что файл, допустим, занят. Код, который отвечает за нажатие кнопки открыть файл. Код, отвечающий за открытие файла. Ну, в общем, много очень кода, написанного между окном и открытием. Оно не знает, что с этим исключением делать. Поэтому исключение просто пролетает наверх, долетает до верхнего окна, окно показывает, не могу открыть файл по какой-то причине. То есть у вас исключение еще сделано так удобно, чтобы оно, ну, чтобы его не передавать каждый раз из функции, как передавать значение. То есть если вы передавали значение, я, ми, код ошибки, то вы должны были получить его из одной функции, понять, что это код ошибки, передать его дальше, еще раз понять, что это код ошибки, передать его еще дальше. С исключениями это делать не надо, просто выкинули в одном месте, и оно улетело. Ну и два последних задачи. Можно, собственно, задача какая? Уведомить о том, что данные некорректные. То есть, ну, в принципе, и первая, и вторая задачи здесь, они о том, что вы, когда пишете ваш код, можете встретить ошибку, с которой вы ничего сделать не можете. То есть вас попросили что-то сделать, вызывающая сторона вашу функцию, ваш модуль, чуть ли не вашу службу, просит совершить какие-то действия, вы пытаетесь действия произвести, например, прочитать что-то из базы, а вы видите, что, допустим, коннекта к базе нет. И поэтому вы говорите, ничего не могу сделать, я не могу вот из той функции, в которой происходит действие, починить, допустим, восстановить коннект уже нельзя. У него может просто не быть информации о том, куда коннектиться. Там ему коннект передали, а информации о базе у него уже нет. Он пытается к этому коннекту обратиться, а коннект уже умер. Например, и вы сами исправить эту ошибку не можете. И вот если вы видите, что в вашем коде есть какое-то состояние, которое вы поправить не можете никак, ничего с ним сделать не можете, вы для этого создаете исключение и кидаете его наверх. Тот, кто вас попросил, может быть, он сможет эту ситуацию исправить. Допустим, переустановить коннект и попробовать еще раз вас вызвать. Или сообщить, если совсем плохо, сообщить пользователю о том, что произошло. То есть он, допустим, пользователь хочет невозможного. В лодах очень долгое время, честно, я сам уже давно не играл, но первое время, первые два года, пользователю очень часто приходили сообщения на экран, действие невозможно по стечению обстоятельств. То есть он пытается что-то сделать, ты что-то там, что-то пытаешься, а потом сервер пытается проверить, что ты делаешь, находит или у тебя в твоих последовательных тех действий, там, допустим, какую-то непредсказанную дизайнерами результат или просто не понимаешь, что ты хочешь, все такие ошибки. Ну, то есть сервер просто не знает, что тебе ответить, у него там куча всего случилась. Ну, в результате на клиент прилетает, извините, действие невозможно, по стечению обстоятельств. Ну и в самом худшем случае, конечно, можно просто выкинуть исключение, которое залетит до самого верха, до функции main и покрашит ваше приложение. Все, все будет закрыто. Поэтому в суровых, серьезных программах на самых верхних уровнях стоят отлов всех исключений, чтобы все их задавить, ну и, может быть, пытаться хоть как-то выжить там, то есть чтобы вообще ничего не вылетело наверх пользователей, чтобы программа не упала у вас. Правда, в некоторых случаях упасть программе лучше, чем пытаться работать, например, если память кончилась. То есть бестолково отлавливать такое исключение, все равно выжить она уже не сможет. Ну вот пример, о котором я говорил, про базу. Допустим, у вас есть вернуть ID-шник по имени. У большинства из вас он уже есть, уже есть эта функция. И вы результатом этой функции можете получить значение, можете получить нул и можете получить exception, если вы так напишите. То есть правильно написать, чтобы она возвращала все эти, то есть чтобы все эти варианты были определены для нее. Допустим, значение она вам вернет, если она нашла по имени. То есть вы видите, функция вернула отличное от нуля значение, все хорошо, значит, все, что вы попросили, она сделала, и все получилось замечательно. Если вы видите, что она вернула нул, то это, например, можно так написать код, что это будет означать, что функция не смогла найти в базе по имени integer. То есть говорит, ну нет такого пользователя, и она вернет нул. То есть получается, что это тоже штатное завершение функции, тоже фами вполне предсказанное, потому что, ну, залезав в базу, база ей вернула нул, она вам тоже нул передала, все, все нормально. И вот в том случае, если она что-то пытается сделать с базой и сделать не может, в этом случае она может выкинуть исключение. Ну и теперь о том, как все это внутри, немножко о том, как все это внутри устроено. Да, это не абстрактный класс, это просто класс. Просто public class troble. И, ну, в нем много разных переменных функций. Я выписал здесь три, на мой взгляд, ну, для нас, для образовательного процесса, самый важный. В нем есть stack trace, по умолчанию чем-то заполненный. То есть, кстати, вот это вот, крупными буквами с нижним подчеркиванием, это в Java принятый вариант написания имен констант. То есть вы пишете, заводите поле, говорите private final static, допустим, string, и заводите, название у него должно быть вот такой вот, крупным буквами написано с нижним подчеркиванием, чтобы все в коде видели, что это, ну, какая-то константа. То есть это поле никто не должен менять, оно должно быть задано при старте приложения, оно должно быть чему-то равно. То есть это вот какой-то пустой stack, то есть, наверное, просто ни о чем. То есть создатели решили, что stack trace должен быть обязательно не null, ну, ну, и изначально его чем-то инициализировали при создании класса даже. Чем-то инициализировали, да. Ну, при создании объекта, да, вы чем-то его, то есть саму переменную присоздали при создании класса, заполнили каждый объект exception, будет иметь некий anascience text. В каждом throwable есть какой-то месседж, какое-то сообщение текстовое о том, что произошло. О том, может быть, более-менее human-readable формате, и в ваших собственных исключениях вы можете сами задать этот месседж. То есть создавая свои исключения, вы сможете задать свой detail-месседж, в него что-то положить, и пользователь, который получит ваше исключение, смогут его прочитать. И кроме того, в каждом throwable может храниться еще причина. То есть бывает так, что вы отловили исключение, поняли его, но сами с ними тоже сделать ничего не можете. И, допустим, у вас таких исключений, может быть, три или четыре разных типа, но вы хотите их дальше наверх пробросить. Причем вы хотите не этих типов, а свои собственные. Вы создаете новые, и в них передаете причину. Получается, что у нас может в конечном итоге, в момент обработки, быть какое-то исключение, у которых может быть несколько причин. То есть они так вот цепочкой друг за другом цепляются. И тот, кто ее получил, он может, ну, рекурсивно эти причины все получить. То есть при создании нового исключения, в нее же можно положить предыдущее исключение. И оно в ней будет лежать. По умолчанию оно указывает на само себя. То есть считает, что оно само для себя причина. Ну и функции тоже, как бы те, которые самые часто используемые, больше всего нам понадобится. Получить месседж, получить причину и получить стек трейс. А, пропечатать стек трейс. Выкидывать сам throwable не очень хорошо. То есть на самом деле можно создать. Можно сказать throw throwable, throw new throwable. Как-то создать его, выкинуть. Для того, чтобы обозначить, что именно произошло у вас, есть у throwable два наследника. Error и exception. И error это нечто, что вы в нормальном режиме перехватывать не должны. То есть это что-то совсем ужасное. И не зависящее от, ну даже от java-машины. То есть что-то произошло такое, взяла, например, операционная система и прибила ваш thread. Один из, я не знаю. То есть что-то случилось с диском. Причем такое фатальное. То есть не просто место кончилось, а что-то чудовищное произошло в системе. В этом случае java будет вам выкидывать error. Скорее всего, этот error долетит до самого верха. Перехватывать его никто не будет. Он покрашет ваше приложение, и вы просто из него узнаете, а что вообще до этого случилось. Почему все умерло? Вот для этого нужен error. Создавать самостоятельные error вам не нужно. Мы сами создаем исключения. Вот эти. У исключения есть два варианта поведения. Вот в синем показано, ну как бы нормальное исключение. Если мы создаем свое собственное, мы наследуемся не от trolable, а от исключения. И если мы функции своей исключения выбрасываем, то есть создаем новый объект и говорим выкинуть его наружу, то в сигнатуре функции должно быть написано имя этого исключения. Я, например, их покажу. То есть там будет просто написано, вы создали exception, у функции будет написано froze и имена перечисленных исключений, которые она выкидывает. То есть вот эти вот нормальные обычные исключения, их все видно в сигнатурах функции. Кроме этого, в java заведены еще runtime exception. От них, в принципе, тоже можно поднаследоваться. И о них писать в сигнатурах функции не нужно. Потому что исключений на самом деле много. И в большинстве случаев, ну вот самый простой вариант, когда вы хотите из строки получить число. В коде, ну не то чтобы очень часто, но периодически такое случается. То есть у вас есть строка, строка с переменной, причем вы можете получить ее от пользователя, а можете прочитать из какого-то надежного источника. Если это надежный источник, и вы точно знаете, что там число, вам не нужно перехватывать исключение, которое может возникнуть в этом месте. То есть, ну, при чтении интеджера, допустим, из строки, у вас может не совпасть форматы. В строке может быть что-то странное. Вы пытаетесь прочитать интеджер, код, который должен читать число и создавать его, он число вернуть не сможет. Ни нул, ни ноль он вам возвращать не будет, он кинет exception. Скажет, не могу прочитать. И это исключение будет runtime exception. Нигде в сигнатуре функции прочитать число из строки не написано, что оно его кидает. Ну, вот у меня здесь нольпойнтер, здесь можно еще одну стрелочку нарисовать, и там, не помню, как она называется, исключение плохого формата, плохой формат строки для интеджера. То есть, если вы предполагаете, что может быть здесь будет исключение, вы добавляете trycatch. Сейчас покажу, как. Если вы точно уверены, что здесь ничего не произойдет, вы ничего не добавляете. То есть для runtime exception не нужно обязательно оборачивать в trycatch место, которое будет эти исключения выкидывать. В том случае, если вы ошиблись, и оно действительно вылезет у вас, то он у вас долетит до мейна и покрашит вашу программу. Вот. Но если вы в точности уверены, что его никогда не случится, ну, значит, все будет хорошо работать. Нульпойнтер exception из той же серии, допустим, у вас в очень многих местах в коде, где есть карты, вы из карты getter-ом достаете какое-то значение. То есть у вас есть get, get-ключ, и получить значение. В этом месте вы можете значение получить нул совершенно спокойно, потому что в карте может не быть этого ключа, и она вам вернет нул, ничего больше не скажет, и дальше будет выполняться ваш код. Вы можете быть точно уверены, что нул она вам не вернет. Например, если вы итерируетесь по ключам. Ну, то есть вы в цикле идете по ключам, в одном 3D, вы уверены, что здесь все у вас прекрасно, все ключи, которые вы спрашиваете у карты, есть. Вам никакие trycatch добавлять не нужно. Если же вдруг в каком-то месте у вас вернется нул, а вы не рассчитывали на него, то у вас появится 0 pointer exception. Это runtime exception, но у вас опять же долетит, скорее всего, до мейна. В принципе, чтобы себя обезопасить от внезапных появлений, ну, допустим, вы используете какую-то библиотеку, не уверены в ее надежности, вы можете ее вызов просто обернуть trycatch и внизу поймать, знаете, я уже, наверное, просто к примеру перейду. Да. Просто обернуть… Нет, это пока еще не пример. Это пока пример, это описание исключения. Обернуть все перехватом всех исключений. На следующем слайде. Это пример того, как… Ну, то есть, вначале это просто описание exception. У exception есть… Там, может быть, есть еще, я не помню. Как минимум, вот эти четыре типа конструкторов точно есть. То есть, у каждого исключения есть четыре конструктора, приведенные здесь выше. Конструктор по умолчанию в качестве stacktrace у него дефолтовый, то есть, у него будет тот stacktrace, который будет в момент создания исключения. Throwable для себя ее соберет. Стринга будет нулем, а причина будет сама на себя. То есть, вот в этом самом… Ну, это мало информативное исключение, то есть, просто какое-то пустое, ничего в нем нет. Его можно создать на строке, на строке и на причине, или просто на причине и без строки. А ниже – это как раз пример, допустим, gm-exception, то есть, исключение, которое может вылететь в игровой механике. Вы для него можете перегрузить exception пустой, то есть, вот это вот создать на основе пустого конструктора исключений. Тогда вы просто пишете новый public constructor, пустой, и в нем можете ничего не указывать. Либо вы можете создать gm-exception от строки, ну, например, от строки и от причины. Тогда вы должны будете для суперкласса, для exception, для вашего, вот для этого, первым делом вызвать его конструктор, передать ему меседжи причин. Вот. Ну, то есть, как бы здесь пример сразу о работе с исключениями, и заодно еще пример создания конструкторов для при вызове не дефолтовых конструкторов радистских классов. Вот. А теперь уже пример. Смотрите, пусть у нас, опять же, продолжая тему про чтение айдишников из базы, пусть у нас будет в нашем аккаунт-сервисе функция setIdFromName. Она взяла name и хочет у себя поменять значение внутренней переменной. То есть это userId, это какая-то внутренней переменная чего-то. И она спрашивает getId по имени. А вот эта функция уже getId, она работает с базой. И в себе она может обратиться к датабазному менеджеру, например, из контекста. То есть вот это вот может быть обертка над контекстом. Здесь я, правда, get сделал… А, да, все правильно. То есть у нас контекст, get, класс, и она вернет датабазный менеджер. То есть вот это пример использования контекста. Где-то в коде класса, в котором вот это все действие происходит, есть переменная userId, есть переменная контекст. Мы из нее можем достать датабазный менеджер. Если вдруг мы его не достали, то мы можем здесь выкинуть исключение. То есть вот этот throw new gmException как раз и есть процесс выкидывания исключения. Все, выкинули. Так как мы здесь его выкидываем, и оно у нас просто exception, а не runtime exception, мы должны в сигнатуре функции сказать throws gmException. Если мы этого не сделаем, у нас не скомпилится. То есть мы обязаны сказать, что эта функция выкидывает исключение. Вот это вот исключение, и это не runtime исключение. Если у нас датабазный менеджер мы нашли, мы просто читаем id, ну и возвращаем его сюда. В функции, которая вызывает, у нас strike catch стоит, который может перехватить это исключение и в log вывести exception get message. Вот так оно все работает. То есть я думаю, что вот этого примера, в принципе, достаточно. Здесь вот этих двух слайдов. Нет. Да, вот этих вот. Вот эта нижняя часть, и вот этого достаточно для того, чтобы писать свои исключения, когда хотите, это по всем тем причинам, о которых я говорил до этого. Да. Когда я спросил у Google про колбеки, он мне выдал массу картинок с колл-центрами всевозможными. Я выбрал вот этот колл-центр. Ну, я не могу настаивать, это очень на любителя, но иллюстрация коллбеков. То есть сразу скажу и, наверное, повторю еще раз в последующие минуты 15, которые будут рассказывать про илленты колбеки, чтобы закрепить уже наверняка. Смотрите, илленты – это бродкаст. То есть если вы, допустим, сотруднил пользователь услуг банка и в банке получаете зарплату, то илент – это может быть смс, которая к вам пришла, и в ней написано «В нашем банке весенние скидки получите кредит на полпроцента дешевле». Это ивент. У банка тысячи подписчиков, и он не знает о вас, он просто знает, что вот есть номер телефона, и он вам этот ивент отправляет. Вот это ивенты. А коллбеки – это когда вы оставляете свой номер телефона в сервисной службе, допустим, того же банка, он знает ваш номер телефона, они вам хотят позвонить и сказать «Исключительно для вас мы подготовили кредит на полмиллиона, приходите, заберите». Или вам приходит смс, в ней написано «Вам пришла зарплата». Вот это коллбек. То есть они вас вызывают. Вы оставляете «Как себя вызвать?» они вызывают конкретно вас. Не всех на свете. Всех на свете – это ивенты. А вас конкретно – это коллбеки. Вот, и начнем сейчас с ивентов, то есть, собственно, с бродкастов. Когда может понадобиться оповещать кого-то о том, что что-то произошло? Представьте, что у вас есть в игровой механике карта, и на карте у вас может меняться время суток, вот как здесь на картинке. И ваши существа, которые живут на вашей карте, они должны как-то реагировать на состояние, на события дня. Там, не знаю, утром должны проснуться, звери выйти из нор, у вас вечером должны раскрыться кувшинки, еще что-нибудь должно случиться. Все ваши объекты, которые реагируют на состояние карты, это подписчики. Вот как в случае с банком, все пользователи банка, в случае с картой, все объекты на карте, которые, ну, то есть те объекты, которые хотят узнать о том, что наступило утро. Если у вас на карте лежат камни, и им плевать на то, что утро, в общем, они не обязаны быть подписчиками на это событие. Вот здесь как раз тоже сразу видно одна хорошая особенность ивентов. На ивенты можно подписаться. То есть сам класс, который хочет узнать о новых событиях, ну, в случае со спамом, рассылкой, вы обычно не хотите подписываться, вас подписывают специально, но мы предположим, что хорошая рассылка. Допустим, вы подписались на обновление в Steam или в Origin, и он вам на почту присылает новости, от каких, какие новые игры вышли. Вот это хорошая подписка. То есть вы сами взяли, зашли, подписались, сказали, да, надо мне присылать эти сообщения. Точно так же, как ваши птицы на вашей карте говорят сами, мы хотим узнавать о том, что наступило утро. И подписываются на вот этот самый ивент. Ну, в первые, наверное, так сейчас, верхняя часть слайда, я думаю, все уже прочитали. Ивенты состоят, ну, здесь из двух частей, две части, ивент-сорс, ивент-листенер. Каждый ивент как минимум из трех частей состоит. Собственно, источник ивента, в нашем случае карта, или сервис погодный, который отвечает за погоду, за время суток у вас, он будет ивент-сорс, тот, который создает ивент. И у него будут ивент-листенеры. Ивент-листенер — это интерфейс, который лежит прямо там, допустим, рядом с ивент-сорсом. То есть карта же сама знает о том, какого интерфейса должны быть ее подписчики. Подписчики, которые хотят подписаться на события, реализуют интерфейс события и еще просят добавить себя в список подписчиков. Когда наступает событие, ивент-сорс смотрит всех своих подписчиков, в цикле по ним пробегает, всем посылает, ну, всех вызывает функцию в интерфейсе. Давайте я перейду. А, ну, собственно, вот они все три написаны. Да, все правильно. Это реализация. Ивент-сорс, ивент-листенеры интерфейс и ивент-листенеры импл. Вот так это выглядит в качестве паттерна. То есть есть такой паттерн, называется observer. И, ну, я не знаю, почему у нас два названия исторически сложилось. То есть observer — это паттерн для создания ивентов. И вот у вас есть ивент-сорс, и есть у вас интерфейс. В интерфейсе единственная функция на tify. Ну, например, ее так можно назвать. Я забыл спросить в самом начале. Вот в тот момент, когда была открыта картинка с сервисной службой, а кто-нибудь из вас уже осмысленно ивенты и колбеки создавал? То есть отдавайся отчет в том, что он делает. Отлично. Ну, почему спрашиваю? Я в конце рассказа про ивенты колбеки вам скажу. То есть здесь слово осмысленное, оно нагруженность имеет некую, потому что почти все из вас уже использовали колбеки, просто вы не знали, что вы их используете. Ну вот, у нас есть на tify в интерфейсе. Вместо на tify может быть, например, handle. И вот эта самая функция будет вызвана в тот момент, когда получится некое событие. То есть ивент-сорс в момент наступления события в цикле бежит по всем своим подписчикам, и у всех у них вызывает на tify. Так как все они понаследованы от обзервера, у них у всех на tify есть. Вот, собственно, все. То есть весь паттерн обзервер на этом, в общем-то, и закончился. То есть каждый должен… Интересно, картинка с вики, а на tify здесь маленькая буква, здесь большой. То есть они меня обманули. Придется поправить. Ну вот. Давайте, наверное, дальше уже к примерам. Ну вот пример ивент-листенера, интерфейса, который можно написать. Вы можете в handle или в notify, который здесь напишите, передавать еще какой-то объект с какими-то данными, о чем вы хотите оповестить вашу пользователя. То есть здесь может быть ивент-обжект. Может не быть, может ничего не передавать. То есть это как вам удобно. Вот здесь вот в хендлере можно что-то передать. И все подписчики реализуют этот интерфейс, обязательно реализуют handle. В этом хендлере, ну, собственно, это вот handle – это то самое действие, когда вы берете телефон, смотрите, вам пришла смс-ка от банка о том, что у них там распродажа кредитов. И мне раз в месяц приходится с оповещением о том, что они исключительно в этом месяце, исключительно для меня разрешили мне огромный кредит. Каждый месяц. Вот это все равно… Я думаю, что это ивент, это вряд ли callback, они всем рассылают. Ну вот, вот этот handle – это и есть то место, где вы обрабатываете какой-то ивент, который к вам пришел. То есть для ивент-сорса, ивент нужно при создании ивента нужно дернуть вот эту вот самую функцию. Все здесь в этом шаблоне происходит в одном триде. То есть у вас все это происходит thread local. У вас есть служба, которая в своем же триде что-то позовет, какие-то хендлеры у своих подписчиков. Обратите внимание, что вам для написания ивент-лисенеров, ну то есть сама библиотека с ивент-сорсом может вообще ничего не знать о своих подписчиках. Если в библиотеке у вас лежит ивент-сорс, в библиотеке у вас лежит интерфейс ну вот ивент-лисенера, то больше библиотека ничего о вас может не знать. Она вообще не знает хоть кто-нибудь или подписан на нее, едет, не важно. То есть там может быть один подписчик, 10 подписчиков, может быть сколько угодно, и они могут лежать в разных пакетах. Это могут быть в одном, я не знаю, у вас разумные монстры живут, в другом месте у вас живут продавцы в магазинах, которые, допустим, утром выходят, открывают магазин, вечером заходят. Это могут быть совершенно разные участки вашего кода, просто все они знают о том, что есть ивент-сорс, все реализуют этот интерфейс, а сам ивент-сорс о них ничего не знает, ему не нужно. Ну вот, собственно, как может выглядеть ивент-сорс. То есть он в себе может хранить просто список по интерфейсу, то есть список объектов по интерфейсу, и в нем две функции положить, удалить и листинера. То есть это вот как раз и есть подписка. Вот сюда вы говорите, подпишите меня, а здесь вы говорите, не хочу больше видеть вашу рекламу у себя на почтовом ящике, удалите меня, он вас удаляет. Может быть. Если вам очень повезет, то у них есть ремофф-листинер, а может у них и нет ремофф-листинера, но я предлагаю вам его писать, потому что в коде он вам может понадобиться. То есть в какой-то момент какой-то из вашей птички на карте может вдруг захотеться, да не хочу я утром просыпаться, она возьмет и отпишется от листинера, все скажет, или там продавец магазина скажет, у меня выходной. Не подписывай меня больше на события, я не буду сегодня работать. Ну и, собственно, у них у всех должен быть fire event, то есть какая-то функция, которая будет вызвана по событию внутри. То есть что-то наступило внутри, там по таймеру, допустим, сработало, событие прошло там 12 часов с момента захода солнца, и у вас солнце снова вручную выкатываете, всех оповещаете. Просто берете, перебираете все листинеры, у них у всех вызываете handle, передаете какие-то данные туда, если нужно. То есть вроде ничего сложного. В качестве примеров, ну, с карты я уже примерно сказал, события игра умнира подписки можно совершенно спокойно делать. В каком-то смысле у вас подписки конкурируют с месседжами. Месседжи у вас для переброса данных между абонентами и между тридами, а подписки, они внутри одного тряда. Путаница, ну, то есть у нас в каком-то смысле есть некая путаница, потому что мы можем месседжи в Володах, и в Skyforge чуть по-другому, Володах там все на месседжах, там месседжи можно посылать внутри одного тряда. То есть, допустим, мобы все вместе с вами в механике живут в одном тряде, и еще внутри одного тряда себе месседжи посылают. Там можно реализовать и через ивенты, и через месседжи совершенно спокойно. То есть это будет равнозначное. Самое важное, наверное, применение, которое можно для ивентов придумать, это старт и стоп сервера. То есть у вас сервер состоит из множества трудов. Допустим, вы можете сделать какой-то мейн-трэд, который будет собирать, мониторить состояние вашего сервера. У нас его нет, но его можно сделать. Можно поручить и фронт-энду. При старте сервера вы можете захотеть дождаться инициализации всех ваших сервисов. То есть, смотрите, например, у нас игровая механика довольно простая. В больших сервисах механика при старте, например, должна загрузить свои карты, создать всех монстров на них. То есть там может пройти несколько минут прилично, пока загрузится механика. И в конце она должна, допустим, ну, например, послать месседж, я загрузился. И вот некая служба может собрать месседжи со всех ваших сервисов о том, что все они загрузились и создать всем подписчикам ивенты. Точно так же можно сделать при остановке сервера. То есть просто создать некое событие стоп-сервера. Вот здесь опять же получается некая путаница с многопоточностью. Ну, давайте в нашем случае считать, что у нас пока будет оповещение, все идти и thread-vocal. Нам для наших учебных задач это нормально. Как делать не-thread-vocal ивенты? Ну, там нужно чуть-чуть больше подумать, может быть, мне нужно было чуть больше рассказать о них. колбейки. Это как раз вот тогда, когда вам звонят из сервисного центра. То есть здесь уже получается, что в отличие от ивентов работа идет персонально с вами. Вам хотят что-то сообщить. Самый распространенный пример колбейков это работа с пользовательским интерфейсом. То есть есть окошко, на окошке есть кнопки, нажатие на кнопку или там, допустим, помещение курсора над кнопкой, выход курсора за кнопку, это все события в каком-то смысле. По этим событиям интерфейс может захотеть оповестить вас. Ну, точнее даже не так. Интерфейс на вас по большей части, ну, ему все равно, есть вы или нет, но он хочет, чтобы вы передали ему свой объект, который реализует специальный интерфейс, и в интерфейсе перечислены функции, которые будут вызваны из интерфейса при наступлении событий. То есть вы говорите сервисному центру в случае, ну, не знаю, вы оставили машину свою в сервисном центре и говорите ему, если там все хорошо, позвоните по одному номеру, если найдете какие-то проблемы, позвоните по другому номеру или еще что-нибудь. Ну, это некий пример, как раз когда вы на каждой, на каждое событие вы даете какую-то одну конкретную функцию. То есть вот у вас, допустим, есть коллбек на нажатие кнопки, коллбек на отпускание кнопки, на выход курсора за пределы кнопки. Это все будут коллбеки. И интерфейс может вас по этим коллбекам позвать. Соответственно, вы в своем коде можете по-разному реагировать в одной и той же, с одним и тем же интерфейсным модулем вы можете по-разному реагировать на события, если напишите разные обработчики тех коллбеков. Интерфейс обычно это некая библиотечная часть, то есть вы от нее не зависите. Ну, в смысле, вы ее не можете менять, она от вас не зависит. И просто она вам говорит, вот интерфейс, реализуй этот интерфейс, нам, вернее, объект, который этот интерфейс реализует, и мы у него все эти функции будем вызывать. Ну, собственно, я здесь, наверное, на слайде примерно это и написал. То есть есть библиотека, и вы в нее должны передать что-то, что вас позовет обратно. И в разных языках оно еще реализовано по-разному. То есть библиотеку можно в плюсах передать ссылку на функцию, можно сделать делегат в Sharpie, а вот в Java чуть больше нужно, наверное, делать, чем в первых двух случаях. Она вам скажет интерфейс, вы его реализуете. Сейчас. Ну и вот когда я сказал, что создавали ли вы осознанно, осмысленно колбэк и ивенты, вот на самом деле первый же наш пример из HelloServer, когда вы в Jetty передали HelloWorld, теперь у нас это фронт-энд, в котором есть метод handle, это и есть наш колбэк. То есть у нас библиотека Jetty. Она нам говорит, унаследуйтесь, пожалуйста, от нашего абстрактного хендлера, ну то есть не обязательно от интерфейса можно вот там абстрактного класса, и реализуй у себя метод handle. И при наступлении некого события из браузера мы у тебя этот хендл позовем. Вот, собственно, это колбэк и есть. Это же вроде ничего особенного. То есть вы просто говорите, вызовите меня по этому хендлеру, и она вас вызывает, передает некий набор параметров вам. Ну и сложно говорить об ивентах и колбэках безанонимных классов в джаве, потому что это очень полезная функциональность. Чтобы не писать много кода. То есть представьте, что вам нужно передать свой колбэк куда-то в библиотеку. Ну вот, собственно, как в случае с хендлом у нас было. Классический вариант действия, это просто создать класс. Вот у нас есть интерфейс. Интерфейс, в нем есть хендл. Библиотечный интерфейс с колбэком. Вот он так задан. Мы должны создать свою собственную реализацию. А импул, который реализует А, и это реализация интерфейса, мы в нем задали свой собственный хендл. В хендлере что-то там мы как-то реагируем на события. То есть вспоминайте свой хендл из фронт-энда вот в этом случае. Вам ближе всего в нашем коде он будет. А вот это вот вызов библиотека. То есть вот это вот тоже все происходит у нас в нашем случае, происходило бы в джете. То есть у нас есть функция, которая хочет на вход наш объект. То есть она хочет вот этот интерфейс. Вот она. Она обработает как-то нашу имплементацию, позовет у нас хендл. И мы должны в этот процесс А, ну я их сделал статическими, просто чтобы не писать много кода, то есть просто две статические функции, процесс и main. В main они просто взяли и передали нашу имплементацию. То есть когда вы создавали новый фронт-энд, унаследованный этот абстракт-хендлера, передавали его внутрь джете, вот вы примерно вот это и делали. То есть вы создали новый, передали его. Понаследовались, создали и передали его. У нас вот эта вся схема реализована. Если таких колбеков очень много, и интерфейсов много, то на каждый раз создавать класс с именем, а в java класс это отдельный файл, ну это в общем много лишней работы. И чтобы это не делать, придумали анонимные классы. Сначала все то же самое, то есть тоже интерфейс библиотечный. И разница в том, что мы не должны создавать свой собственный класс. То есть мы не делаем, вот в предыдущем слайде, вот это действие мы не обязаны делать. Мы не хотим создавать функцию, создавать класс с именем. Мы вместо этого при передаче некого класса внутрь процесса, вот это создание нового класса, мы создаем вот это вот красное. Выделено это, есть анонимный класс. Сейчас я вам просто покажу. Синтаксически он выглядит немножко неуютно. синтаксически, на самом деле запомнить очень просто. Вот у вас есть функция процесса, и в нее нужно передать объект. Передать интерфейс, то есть в общем, если бы у нас был, если бы можно было сконструировать интерфейс, мы бы написали вот так. Вот так сделать нельзя, потому что это интерфейс, или абстрактный класс. Вот такого действия у нас не получится. Поэтому мы должны создать абстрактный тип и создаем его вот так. Создаем две скобочки. Вот тут раз, два, и закрываем. То есть выглядит вот так вот. То есть таким образом, вот это вот, вот это, это создание объекта, анонимного, по интерфейсу А. Но если вы вот так напишите, вот это вот, то вам хорошая среда разработки скажет, вы создали наследника от интерфейса А, в реализацию интерфейса А, но не реализовали в нем внутри метод handle. Поэтому вот это вот мы переносим ниже, пишем вот здесь вот, вот эту закрывающую скобочку. Вот это скобочки для класса. Закрываем функцию, вот эта вот функция, скобочка для функции. Точка с запятой. А вот в этом месте, вот здесь, мы должны определить все функции, которые мы должны определить из интерфейса. В нашем случае это handle. То есть мы вот здесь ее пишем. Handle. Ну и в хендлере уже можем задать какой-то код, который будет что-то делать по наступлению событий. То есть вот такая конструкция синтаксическая, она полностью аналогична той, которая была на предыдущем слайде, но она позволяет вам создать класс без имени. Ну на то они анонимные. Если бы у нас в интерфейсе A было несколько функций, мы бы здесь все их должны были определить. Но в нашем случае одна, поэтому у нас один handle. Интересно, что этот handle, он может работать с переменными, которые вы можете задать вне вот этого вызова. То есть вот здесь в хендлере внутри можно использовать внешнепеременные. Они как будто будут переданы в ваш handle. Потому что последовательность вызова у вас будет такая. Вы дойдете в коде вот до этого места, начнете выполнять процесс A, в процесс A передадите ваш объект, она его где-то у себя запомнит, функции. Потом вы в коде пойдете, будете выполняться внутри процесса, а потом дойдете до вызова вашей функции, вызовите handle, снова дальше продолжите выполнение процесса, а потом выйдете отсюда. То есть здесь никакого нарушения последствий выполнения нет. У вас все будет выполнено в одном потоке подряд. Поэтому все переменные, которые вы определите выше вызова, вы их тоже в хендлере сможете использовать. Так, ребят, давайте начнем вторую часть. И вторую часть, она будет несколько более высокоуровневая, чем первая. То есть мы рассмотрим уже поведение более сложных систем. Если вначале были в основном шаблоны, ну, наверное, практически шаблоны, плюс еще исключения, то теперь уже будут высокоуровневые службы. И начну я с работы со случайных чисел. Пока все читают картинку, я начну несколько с некой абстракции. Вообще со случайных числа. То есть картинка, собственно, она иллюстрирует это, что вы в случае работы со случайными числами никогда не можете быть уверенным, а случайно у вас или не случайно. Генератор выдал 6 девяток. Может быть, это случайная последовательность. Ну так вот, по поводу случайных чисел есть очень много программерских шуток. Шутки вроде того, что функция random для интеджеров return 4 и комментарий. Бросили кубик, выпало 4, случайное число, мы решили его сюда и вставить. То есть вы должны понимать всегда, когда работаете со случайными числами, что понятия случайного числа нет. Ну то есть, я не знаю, может быть, в математической теории есть определение случайного числа, но мы будем работать с последовательностями. То есть есть последовательности, которые подчиняются некоторому распределению. И вот именно в терминах последовательности как раз и нужно рассматривать работу со случайностями. То есть у вас случайность не в том, какое число у вас в данный момент, а в том, какой вы набор чисел случайных получили. То есть набор чисел, у вас есть набор чисел, и говорите, что это случайная последовательность, потому что она подчиняется некому распределению. И вы предполагаете, что между числами нет или практически нет зависимости. Ну и, собственно, получить чисто случайное число, физически случайное число, можно из генератора случайных чисел, например, сделанных на основе космического шума. На физтехе первая лабораторная работа по физике измерения космического шума. То есть ты приходишь, в компьютере приложен счетчик гейм, гейгера, счетчик гейгера считает за тебя, ты записываешь и получаешь статистические распределения. То есть наша первая лабораторная работа была такая. Есть устройства для компьютеров, которые на основе похожих случайных шумов сделаны, они вам позволяют через какие-то свои драйвера поставлять последовательности случайных чисел. Но при этом вы должны понимать, что в общем, они будут в каком смысле случайно, если у вас Земля будет проходить через какой-то из потоков космического излучения, допустим, каждый год в определенный месяц, то в этот месяц вы получите другое распределение. То есть здесь тоже непонятно, насколько все это будет случайно. Опять же, вот оно начнет вам выдавать вот такую последовательность. Ну, если кто не прочитал или не видно, здесь они рассматривают действия случайного генератора. Генератор шесть раз подряд выдал девятку. Один спрашивает, а правда случайная? Друг говорит, ну, когда случайность, никогда нельзя быть уверенным. Вдруг действительно случайная. И в свое время, ну, собственно, людям же надо было случайные числа, но уже давно были нужны для работы с всевозможными, ну, много для чего. В том числе, например, китайцы на его основе делали свои какие-то предсказания. То есть они там кидали кубики, еще что-то, и делали предсказания будущего, погоды, там, и снова случайных чисел. То есть случайные последовательности нужны были людям давно уже. И в начале, ну, долгое время люди просто создавали таблицы. То есть математик садился, говорил, где мы в моей, не знаю, докторской работы составить миллион случайных чисел. И вот он как-то садился, эти миллионы дел, записывался, создавали таблицы, издавали книги с записью. Вот берите случайные последовательности. И мы вот как бы говорим, что они подчиняются распределению, что вот вы получили белый шум здесь. То есть наши числа независимые. Но они как-то пытались математические методы с вами проверить. И для программирования тоже как-то не очень хорошо, потому что нужно же загрузить их как-то, эти числа где-то хранить, а чисел надо очень много. Самый последний яркий пример создания таблиц, это когда, я не помню имени ученого, он выпустил свой CD. CD, на который был просто плотно забит случайными интеджерами. Вот, ну, можете сами посчитать, сколько там у него была эта последовательность. А он, значит, назвал свой диск «Черно-белый шум», потому что он его создавал на основе, ну, похожего, как космическое излучение, может быть, там излучение чего-то другого у него было. И он смешивал эти случайные последовательности, взятый белый шум, с мотивами американских рэперов. Сказал, вот у меня диск «Черно-белый шум». Это где-то в 90-х годах было. Ну и, собственно, мы к чему пришли? К тому, что заранее заданная последовательность из книг или еще откуда-то, даже если она случайная, нас все равно не устраивает. Нам надо псевдорандом-генератор. То есть некий генератор, который нам заведомо выдаст, ну, примерно случайную последовательность на основе некого алгоритма. Есть легенда, что Фон Нейман про людей, которые надеются на псевдорандом-генератор, говорил, что они грешны изначально. То есть если вы используете не случайность, а псевдослучайность, вот сгенерированную, то вы отступник. Тем не менее нам деваться некуда. У нас будет псевдогенератор. То есть у нас псевдослучайная последовательность. Она вроде как случайная, и наши алгоритмы, которые мы в ней будем использовать, они нам говорят, что, ну вот, используйте, и будет случайность. Есть в Java, JavaUtileRandom, служба, которая как бы должна поставлять вам случайные числа. И если зайти внутрь этого класса, почитать описание, то там в самом начале сказано, что заиспользовали линейно-конкурентный псевдогенератор, который описан у Дональда Кнута в его третьем томе. Кто из вас читал Кнута, третий том? Все знают, что есть Кнут, что его надо читать, что там очень много хороших, умных вещей. И у многих он стоит на столе. Вот я вам сейчас открою секрет. У Дональда Кнута в третьем томе есть большая работа, посвященная именно случайным числам. Да. А вы сейчас читаете? Вы знаете, к этой лекции прочитал. То есть как раз вот это вот, вот это вот. Я, ну, собственно, я самому стал интересно, как устроено в Java random. Я думал, там что-нибудь будет интересное. Захожу, они говорят, мы почитали Кнута, решили, что нам хватит. Я тоже, нет, как бы я знал, что у Кнута в третьем томе есть random, и читал я об этом лет 10 назад. То есть я помню, что на него есть. Там у него очень классный пример. Например, вы берете число типа integer. У вас 10 знаков примерно в типе integer. Как на основе… А, ну, собственно, я чуть забегу, может, вперед. Хотя, нет, не забегу, вот оно здесь написано. Первое число, которое вы используете для псевдослучайных последовательств, называется вот зерном. То есть первое число, которое вы говорите, вот с этого начни с последовательности. Оно называется зерном. Вот оно здесь есть. И если вы возьмете integer, какие-то 10 символов десятичных, как на его основе построить псевдослучайную последовательство? Вот кнут самую простую и самую показательную, что я не знаю, самую иллюстративную, он предлагает возвести его в квадрат. Вы получите уже 20 чисел. Потом взять средние 10, остальное откинуть. И у вас получится некое сгенерированное число, которое, ну, в общем-то, оно с первым числом ничего общего-то не имеет. То есть у них связь очень странная. Связь через то, что мы взяли и из квадрата, вырезали средние числа. То есть очень странная генерация. Вот на этих странных генерациях основаны хорошие случайности. Ну, у кнута я помню только вот, собственно, вот этот алгоритм и вот тот, о котором я сейчас вам рассказал. Не помню, есть ли там еще, но вообще их много разных. Они криптоустойчивые есть, есть некриптоустойчивые, есть быстрые, медленные. Много, найдите, если вам интересно, почитайте. Сейчас речь не об этом, а о том, что в Java программисты в библиотеке просто сказали, а давайте вот из кнута возьмем формулу и заиспользуем. То есть, как вы видите, это последовательство чисел, когда n плюс 1 считается на 100 нтв, по линейной формуле, а потом вы просто берете и остаток отделения на то, что вам нужно получить. То есть, если вы говорите, мне, пожалуйста, от 0 до 10 число, то вам в результате будет посчитано следующее число, она запомнит само число, а потом вам вернет остаток отделения на то, что вы попросили от десятки в данном случае. То есть, она вам должна как-то отмасштабировать вот это вот свое число. А в остальном это просто некая линейная последовательность, взятая на основе того числа, которое вы изначально задали. То есть, в общем, ничего случайного в физическом понимании в ней нет, то они все детерминированы строго. Ну, это вот пример того, как использовать. То есть, вы можете создать рендом без параметров. Если вы создаете рендом без параметров, то рендом в качестве вот этого самого сида возьмет неким алгоритмом число, посчитанное из его таблиц случайных, у него таблицы есть, и текущего времени. Вот, то есть, оно помешает время и некую небольшую табличку выдаст вам какой-то свой рендом. Ну, чтобы даже если вы в течение одной миллисекунды построите несколько рендомов, они все-таки отличались, потому что они на табличке построены. Ну, и вы можете, собственно, при каждом вызове рендома getNext передавать то, вот этот модуль, предыдущий слайд, вот этот вот, то, на что нужно помапить ваше случайное число, ну, в данном случае, например, на 100, то есть, она вернет от 0 до 99. Нет, или до 100. Вот, можно проверить, не помню, надо проверить. Написал до 100, будем считать, что до 100. Если вы в рендом передадите свой лонг какой-то, то она будет как раз его в качестве CD используете. Ну, получается, смотрите, как, если у вас случайность, псевдослучайная последовательность, но она строго детерминирована вами в тот момент, когда вы запускаете приложение. Вы запустили, сказали, здесь будет единичка, допустим, лонг 1, и каждый раз при запуске у вас последовательность случайных чисел всех будет одна и та же, всегда. Но при этом она будет оставаться случайной. Это очень удобно, например, потому что, ну, мы дойдем чуть дальше до этого, лонги — это количество миллисекунд, время в миллисекундах, которое вам вернет Java, если вы время спросите. То есть, в качестве зерна для рендома можно использовать текущее время. И при каждом запуске у вас время будет разное, и, собственно, последовательность будет разная. Но вы это число, которое вы взяли в качестве зерна, можете прописать влог. И, например, если у вас ваши тестировщики работают с вашим приложением, запустили сервер, начинают во что-то играть, и говорят, у вас проблемы, связанные, ну, с случайностью. Они вам возвращают ваш влог, и вы всегда в логе видите, на каком зерне построена ваша случайность. То есть, время уже другое, но в логе вы его задокументировали, вы у себя поднимаете сервер, создаете рендом на основе этого числа, и вы полностью можете повторить те проблемы, с которыми встретились ваши тестировщики. То есть, это очень удобно создавать псевдо-случайные последовательности, детерминированные, потому что они не меняются. Так, но есть еще функция для, в математической библиотеке рендом, она случайно рендом double, вернет, от нуля до единицы какой-то. Я чуть назад еще вернусь, забыл сказать здесь, что у Java random есть, в общем, оно так устроено, что оно будет повторяться повторяться каждые 2 в 48 степени чисел. То есть, у вас все псевдо-случайные последовательности, у них есть такая проблема, как раз как период этой псевдо-случайной последовательности. И в случае с вот этим алгоритмом, реализованным в Java, через 2 в 48 у вас будет повторение. Я не думаю, что вы выберете за работу одного сервера такую последовательность, но мало ли, на всякий случай, просто помните о том, что она есть, что вы через некоторое время снова придете к тем же самым числам. Ну и такое отвлечение, так как у нас в каком-то смысле курс он про игры тоже, я бы хотел упомянуть об этом. На форумах часто у пользователей разных онлайновых игр можно встретить возмущение по поводу случайности в играх. Есть даже такой термин, как великий корейский рендом. Те из вас, кто играл в корейские игры, может быть, вы его встречали. Там, казалось бы, разработчики говорят, допустим, каждый сотый убитый вами монстр должен дать какое-то золотое кольцо. На форумах пишут, я вчера после школы весь вечер сидел, и всю ночь сидел, и 5 тысяч этих монстров убил, а мне ни разу кольцо не выпало. А мой друг зашел, за 15 минут там походил, ему выпало 2. Типа плохой корейский рендом, вы не умеете писать рендомы. Значит, про лоды в обсуждениях. В самом начале было даже тред обсуждений пользователей, какой же, как же, какую библиотеку рендома, что ли, мы взяли. То есть для пользователей рендом что-то мистическое, странное, несмотря на то, что в большинстве игр используют просто математический рендом. То есть если вы возьмете честный математический рендом, вот тот, который псевдо-случайный, примените его в своих играх, ваши пользователи наверняка будут недовольны. Ну вот в World of Tanks, например, там есть великий белорусский рендом. То есть все считают, что белорусы взяли какой-то кривой рендом, сделали, и стреляешь, стреляешь, а попасть не можешь. Ну им там, конечно, отвечают, что у вас руки кривые, но неважно, не об этом речь, а о том, что честный математический рендом в играх он может привести к тому, что пользователи загрустят. Вот здесь вот написано, что пользователь может взять, выключить вашу игру. Сидмейер, великий создатель, стратегический ювер, провел исследование для своей цивилизации. Он решил, что вот мы возьмем людей, просто посадим, дадим им нашу игру поиграть с вероятностями. Ну там, когда юниты сражаются, там есть некая вероятность. И посмотрим. Ну и оказалось, например, интересный вывод его, что пользователи считают, что они, ну то есть верят в некую справедливость, что если он один раз проиграл, ему говорят, вот 50% выиграть. Юниты, значит, сражаются, если он первый раз проигрывает, он говорит, ну ладно, 50%, ничего страшного. Если он второй раз проигрывает, он говорит, ну герунда какая-то, 50% я же должен выиграть. И CID решил свою случайность, модуль случайности, заложить вот эту обратную связь. То есть типа если пользователь два раза проиграл, то типа на третий раз он должен выиграть уже, ну чтобы он не разослился совсем. Мы же сказали ему, что 50%. Значит, должен выиграть. И, например, еще когда они проверяли, вот здесь в примере 66% вероятность выигрыша была, ну как бы все люди, они привыкли считать, что они везунчики, что мы на самом деле, нам всем всегда везет, поэтому если нам говорят 50% выигрыш, ну то мы считаем, что где-то 70% у нас есть. Соответственно, если вы хотите, чтобы пользователь верил в 50% и продолжал радоваться в вашей игре, то ну, где-то, наверное, там сделать 70%. Наоборот, если вы сделаете 30%, то скажите ему, что... Ну то есть наоборот, сделайте... Ну вообще всегда пытайтесь сделать в сторону пользователя, чтобы он не загрустил. И есть замечательный доклад у Сиде Мейера вот об этих результатах, его выступлении. По-моему, там же, ну, как бы просто хочется еще добавить о субъективности, не совсем про вероятности, но о субъективности пользователей в Старкрафте или в Варкрафте, или в Старкрафте, я сейчас уже не помню. Там поначалу была такая схема, вы вначале получаете 100% опыта, а потом, наверное, в Варкрафте. А потом со временем у вас количество опыта падает до 50%. И пользователи говорили, не хотим играть, 50%. Мы вначале 100 было, теперь 50. Им геймдевелоперы сказали, все, мы исправились, мы вначале 200, а потом 100. Вот вы вначале получаете 200% опыта, потом со временем 100 становится. И у себя так немножко подкрутили, увеличили количество нужного опыта в два раза. Пользователи сказали, отлично. Нам все очень нравится. Ну, то есть, это я к чему, потому что если вы, когда вы пишете математический модуль случайности в играх, вы всегда должны помнить, что, в общем-то, ваша задача в игре, она развлечь. Поэтому, чтобы вас не обвиняли в использовании патентованного корейского рендома или еще какого-то, может быть, стоит как-то ее подкрутить. Сложности будут, ну, то есть, получается, что у вас не просто статические функции, рендом, да, именно случайное число, а у вас уже получается некая состоитом сервис, в котором вы храните для разных пользователей результаты, допустим, предыдущих событий, которые с ним происходили, особенно если от онлайновой игры. То есть, получается, что нам еще нужно на пользователя, на каждого хранить некую последовательность. И получается полноценный сервис, тяжелый, для работы с пользователем, который, там, как-то пытается создать случайность, приятную для пользователя. Сложности будут, если вы пытаетесь ПВП сделать. Тут пользователи по-любому будут разочарованы, но это уже непонятно, для кого подкручивать. Можно выбрать случайно, кого-то для него подкрутить. Ну, примерно так устроены все балансы в играх, когда побеждает кто-то случайно. Ну вот, наверное, про случайность и все. У меня есть примеры кода, как ко всей лекции, и я в конце еще покажу саму работу со случайностью. Ну и обойти, как бы, следующая тема — это дата и время. Обойти ее тоже будет сложно, потому что, раз у нас есть игровая механика, то в этой механике, если она относительно сложная, и в ней происходят какие-то события, то ясно, что нам нужно каким-то образом работать с этими событиями и со временем. Вот здесь как раз нам понадобится знание ивентов и коллбеков из предыдущей части о том, как работать со временем в Java. Ну, опять же, начнем немного издалека. Смотрите, у нас работа со временем очень, ну, как бы, многоликое понятие, потому что вам нужно работать одновременно с миллисекундами, а в некоторых случаях и с микросекундами, вплоть до работы с датами. То есть вы можете, должны полноценно нормально обрабатывать там события, произошедшие 6 тысяч лет назад, при этом нормально работать с уровнем миллисекунд. Для того, чтобы как-то стандартизировать работу со временем, ну, вот я точно не скажу, кто, но я думаю, что это кто-то, кто в Штатах жил, в 70-х годах, они решили сделать как французы во время французской революции. А французы, когда у них прошла революция, они сказали, все, предыдущая история человечества неинтересна, она была до революции, поэтому она будет в прошлом. А вот с момента захвата Бастилии, по-моему, началось время исчисления. Ну, там придумали какой-то свой календарь, программисты решили сделать точно так же. Они сказали, время началось 1 января 1970 года. Все, что было до этого момента, это в прошлом, ну, соответственно, после, в будущем. И они решили считать количество секунд. Секунд, который прошло с нуля часов, нуля минут, там, 0 секунд, по Глинвичу, 1 января 1970 года. Ну, тогда были времена другие, и их нельзя обвинить в недальновидности, но, тем не менее, они задали это число типом интеджер, 32 бита. И на самом деле оно скоро уже кончится. То есть у нас, мы где-то 2 трети, даже больше, наверное, того времени уже выбрали, и там, ну, еще всего 4 миллиарда секунд. То есть у нас через несколько, там, полтора десятилетия у нас будет проблема с тем, что время закончится. Придется, да. То есть как бы, как была проблема 2000 года, вот такая же проблема будет со всеми старыми машинами и программами, которые время исчисляют в интеджерах. В Java, она уже не в 70-м году создана, была в 95-м, со временем все хорошо, там со временем используют long. И меряют время тоже с 1 января 1970 года, но только не в секундах, а в миллисекундах, типом long. И к чести разработчиков этого модуля работы со временем в Java, надо сказать, что long хватит на все время существования Вселенной. То есть можно не волноваться, время в long в Java у нас не кончится, с ним все будет хорошо. А, ну, собственно, вот то время, которое в секундах из 70-го года, оно называется Unix или PostxTime. Я, по-моему, читал или точно слышал, что есть фантастический рассказ, где люди в будущем используют вот это посексное время, но, наверное, в секундах все-таки типа long. Ну, для того, чтобы уже там заселили космос и прилетели на другие планеты, какое-то универсальное время надо было придумать. Они сказали, ну, давайте вот интеджеры использовать, там как-то точечками отмеряют, и вот вместо часов, дней, ну, какие дни, когда ты на Марсе живешь или там вообще где-нибудь на станции. И используют время, вот просто числа у них это время, им это удобно. Не знаю, как в будущем, но сейчас пользователям это неудобно, поэтому нам нужно форматирование даты и времени для того, чтобы пользователю ее показывать. То есть все вот эти инструменты тоже есть в работе со временем в ржаве. И есть еще один большой вопрос. Я так думаю, что вам в курсе баз данных уже про работу со временем рассказали. Тип данных даты у вас была. Ну, скажем так, даже если вы пропустили это место, я вам скажу, что оно там есть. И это дата в формате, удобном для пользователя. Так вот, я вам настоятельно не рекомендую ваше рабочее время, с которым вы работаете в джаве, хранить в таком формате. Его нужно хранить, то есть этот тип данных в базе, он очень удобен, если вы хотите взять из базы данные, быстро создать на их основе страничку, отдать пользователю. Вот тогда имеет смысл использовать дату. А при работе с базой и с сохранением времени какого-то события в базе в джаве лучше, что используют лонги. То есть вы просто создаете big integer в базе, создаете лонг в джаве, читаете время, и этот лонг в базу записываете. То есть у вас все времена лежат в виде лонгов. То есть, ну вот как те самые люди из будущего, которые время в integer хранили. Также хранить его в базе. В наших проектах все время, все время жизни проектов, все время хранилось в лонгах. Да, тоже обратите внимание, что если вы у базы время спросите, она вам вернет позик с тайм в секундах, а в джаве все в миллисекундах. То есть просто вот это мелочи надо помнить, что там в базах в секундах, здесь в миллисекундах, и универсальное время тоже в секундах. Ну, в принципе, один раз запомнить, я думаю, ничего не сложно. Ну и как бы вот тоже, я думаю, все слайды уже прочитали. Всю работу со временем переносите куда-нибудь в отдельную службу. То есть вообще желательно все специальные работы переносить в специальные хелперы. То есть хелпер — это у нас нечто, что оборачивает от вас работу со временем. Ну, если это стейтлесс-работа какая-то. То есть если вам нужна подписка на время, а, ну вот это пример хелпера. О подписке чуть позже, тогда следующая слайда будет. Тот хелпер, который, в принципе, может у вас быть. То есть просто взять время в миллисекундах. Он создает объект дату и читает из него getTime. Вот он вам вернет лонги. Текущее время в миллисекундах в Java. Вы потом можете прописать его в long, вы можете прописать его в log, а можете передать его в random в качестве зерна и на его основе строить последствия. Вот такой хелпер сделали, получили время в миллисекундах. Соответственно, момент времени вы зафиксируете на… вот в этом месте. Вот когда вы говорите new date, она фиксирует момент своего времени. Потом всякий раз, когда вы у нее спрашиваете getTime, она вам будет возвращать вот это время. Если вам нужно новое время, создайте еще одну дату и спросите у нее. То есть вы текущее время фиксируете вот здесь, во время выполнения вот этой операции. UnixTime можете взять точно так же, только поделить на количество миллисекунд. Вот я говорил уже, что вот это вот переменные можно спокойно вынести, допустим, статическую константу организовать и вот здесь ее хранить где-нибудь. В Java есть утилиты, которые переводят туда-сюда время. Можете их использовать, можете сами написать. В принципе, оно все довольно прозрачно. То есть я у нас в коде встречал несколько утилит для работы со временем. В каждой из них был перевод времени в секунды, в миллисекунды. Кто к чему привык, то и главное, если вы знаете, что какой-то уже утилита есть, используйте ее, не заводите свою собственную. Порядка будет чуть побольше. И о том, как возвращать пользователю время, значит, раньше в первых версиях Java у даты были функции вернуть час, вернуть минуту, вернуть там. То есть вы могли у нее спросить в текущее время превратить в некий human readable формат. Потом разработчики решили, что это плохой вариант и все эти методы теперь деприкейтед. То есть они не рекомендуют вам у даты использовать эти функции. Они еще есть, но как бы не рекомендованы разработчиками. Они говорят, мы через некоторое время их удалим. Если вы в коде их используете, то ваш код работать перестанет. То есть новые версии Java, библиотеки Java с вашим кодом будут несовместимы. Не используйте их. Вместо этого они говорят, давайте использовать data-формат. То есть это некий форматер, который на вход берет формат данных и локаль. В локале, локали бывают, ну, скажем так, по несколько на каждую страну. Просто они представляют языки и представления людей о времени, допустим, которые живут в этой стране. То есть вы можете задавать разные локали, получать разные форматеры и разные строки в результате возвращать. То есть здесь уже будет вернуть, он же вернет строку, строку со временем в заданном вам формате. Дойдем, если до примеров, я думаю, дойдем. Я вам покажу, как это у меня в коде выглядит. Ну вот все, что было до этого, со временем оно, в общем, stateless. То есть вы просто время спросили, вернули, и можете все, могли все положить в helper. Кроме этого, при работе со временем важно и полезно уметь подписываться на некие события в будущем. То есть у вас должен быть таймер, который сработает и вызовет некий ваш код. Для этого в Java есть два класса timer, timer task. И, ну, собственно, я написал порядок работы. То есть вы должны создать таймер, создать свой таймер task, и у этого таймер task у него будет обязательно метод run. Ну, то есть так же, как у нас был метод run для трэдов, здесь они решили то же самое название метод run использовать. И если для трэдов run вызывала операционная система в тот момент, когда она начинала работать с вашим трэдом, то у таймер task run будет вызван в тот момент, когда наступит событие через время, которое вы указали. Ну, то есть это, вот, допустим, вы на карте, у вас едут танки, ставят мины, мина начинает жить какое-то время, через какое-то время у нее, у этого объекта сработает таймер взрыв, ну, она там опросит, кто вокруг нее, если кого найдет, применит себя на него. Ну вот, то есть подождали время, оно сработало, и вы получили результат. Важно здесь еще, что как только вы запустили таймер, передали в него свой task, событие уже случилось, по новой она вам событие через то же время не запустит. То есть нужно еще раз подписаться. То есть у вас в таймере случилось событие, вы в этом событии еще раз подписались, тогда еще раз, но тогда она будет у вас тикать регулярно. Если вы не подписались, то таймер будет жить дальше, этот трэд отдельный, он живет сам по себе без вас, он будет ждать, а вдруг еще кто-нибудь на него подпишется. Чтобы его остановить, нужно вызвать ему таймер cancel. То есть сам по себе он не умрет. У вас как бы приложение пройдет, таймер если не остановить, то у вас будет один активный трэд, операционная система будет считать, что ваше приложение дальше запущено, хотя вы уже ничего с ним не делаете. То есть тот, кто последним перестает работать с таймером, должен этот таймер погасить. Наверное, имеет смысл заводить один таймер себе на приложение и подписываться на него. В принципе, вы уже можете каждый раз гасить таймер, создавать новый, но это у вас будут издержки на создание еще одного трэда как минимум. То есть, наверное, лучше создать один таймер и постоянно на него подписываться. Вот этот замечательный пример. Все, что здесь написано, основано, ну то есть оно все уже должно быть понятно. Здесь собрано три примера. из того, о чем я до этого рассказывал. Здесь есть таймсервис, это синглтон. У него есть метод instance. Вот мы по методу instance ее достаем. Здесь есть коллбэк. Анонимный класс, 4 примера даже. То есть вот это вот у нас анонимный класс, вот это вот коллбэк. И еще работа со временем. То есть мы, я вам предлагаю создать таймсервис. Это уже наш класс, мы сами его создали, не библиотечный. В нем внутри будет лежать тот таймер, о котором мы говорили. Мы должны будем создать таймер-таск. Вот это таймер-таск, это библиотечный. Вот это как раз тот самый, о котором я сейчас говорил. Вот это вот, это анонимная реализация таймер-таска. Вот эта, вот эта часть. В ней, в анонимной реализации, есть метод run. Ну потому что мы реализуем этот таймер-таск, у него есть run, мы должны его определить. И в методе run мы производим какие-то, какие нам нужны действия. По результатам мы хотим, например, снова позвать таймер сервис и остановить наш таймер. То есть смотрите, мы задали количество миллисекунд, которые будем ждать, потом мы в первом вызове инстанса для таймера в нем в конструкторе, вернее, вот его здесь сконструировали, и у него сказали старт. В нем внутри живет таймер, ну вот тот таймер, который был на предыдущем слайде, вот этот вот. И этот таймер здесь начинает работать. В этот же самый инстанс мы передаем task наш. Передали task, передали сколько ждать. С того момента, как мы передали, она начинает таймер у себя, ну, собственно, он через это время вызовет наш run у нашего task. То есть он по прошествии 10 секунд вызовет вот этот самый сервис. И второй строчкой здесь мы вызываем стоп у таймер сервиса. В стопе можно, например, остановить таймер, вызвать у таймер cancel. Надеяться на то, что событие произойдет ровно через 10 секунд не стоит. То есть все-таки, ну, вы живете в операционной системе, есть много разных процессов в ней. Она, конечно, позовет ваш таймер в нужное время, но там может быть плюс-минус сколько-то миллисекунд в зависимости от нагруженности. Если вам нужно строго определенное время, то есть вы знаете, что вам нужно там точно через определенное количество миллисекунд, чтобы что-то выполнить, ну, подписывайтесь заранее, спрашивайте текущее время и ждите оставшееся. То есть как бы вы пытаетесь дискретнее подойти к этому месту. Может быть, вам удастся в точности в нужную миллисекунду запуститься. Но опять же, таймер, он скорее нужен для того, чтобы просто организовать всю работу со временем. Все на него подписываются, у всех через какое-то примерное время все произойдет. Ну, вот смотрите, у вас уже по-хорошему должна быть, кроме мессенджа системы, вы уже сможете спокойно написать работу со временем, работу со случайными числами и написать ее с помощью синглутонов и исключения добавить. То есть, в общем, уже полноценные утилиты для механики по прошествии текущего материала у вас уже должны быть. Ну и то, что было главной частью изначально задуманной лекции, работа с потоками. В каком смысле это тоже утилита? То есть, в общем, это нечто дополнительное для вас, для вашего сервиса, для при работе с внешними устройствами. И здесь тоже нужно начать с абстракции, ну, потому что в данном случае абстракция как раз уже заложена в идею работы с потоками в Java. То есть, для Java все устройства, которые находятся вне Java-машины, это то, с чем можно работать через потоки. То есть, для вас все, что внешнее для среды, в которую вы запустились, это может быть диск, принтер, сеть, еще что-то. Это все представлено потоками. То есть, поток — это некая абстракция в Java. Каждое конкретное устройство представлено неким потоком. То есть, поток — это объект, который представляет внутри Java-машины что-то внешнее. Может быть, поток для работы со сканером. Может быть, поток для работы с принтером. Может быть, поток, который вы, из которого вы, допустим, с внешнего устройства температуру считываете с градусника наружу. То есть, просто в Java все эти устройства будут представлены потоками. То есть, это самый базовый абстрактный уровень — потоки. И все потоки — это просто поток байт. Ну, или можете считать, что поток бит. То есть, просто у вас последовательность ноликов единичек. Вот это поток. Соответственно, он может быть входящий к вам и исходящий от вас на устройство. То есть, все потоки — входящий InputStream и исходящий OutputStream. Вот. А дальше уже, ну, собственно, когда понятна вот эта абстракция, Java-машина и в ней объектами представлены потоки, можно уже начинать детализировать, собственно, как именно мы работаем с потоками. Вот этот абстрактный класс InputStream — он базовый класс для всех InputStream. То есть, все, когда вы пишете свой собственный, допустим, поток для какого-то устройства, или берете библиотечный для принтера, кем-то уже написанный, они все будут понаследованы от InputStream. И вот здесь начинается та тема. Мне почти все в Java нравится. Ну вот, наверное, кроме работы с потоками. То есть, есть несколько тем странные. И если честно, я бы с удовольствием поговорил с человеком, который это написал и спросил у него, почему. То есть, при работе с потоками всегда первый вопрос, который возникает, это вопрос «как?», а второй вопрос «почему?». И если «как» я еще могу вам ответить, то почему я на некоторые вопросы ответить просто не смогу, почему они так сделали. В большинстве работ в интернете или в книгах по потокам в Java сказано, если вам нужно прочитать файл, вот участок кода, скопируйте его себе, оберните его как-нибудь, как вам удобно, и забудьте про него. Ну, нам так не пойдет. Нам-то надо, чтобы в голове некая структура осталась, чтобы в голове было понятно, как потоки устроены, и как с ними работать. И, собственно, в укреплении моей мысли, что сделано оно странно, я привел здесь основные методы InputStream. И самый основной метод, абстрактный, int read. Этот метод read читает из потока 1 байт. Но вернет он вам int. То есть он прочитает байт, вернет int. Вы потом этот int можете скастить в байт. Зачем? Ну вот, какие предложения могут быть? Зачем? Хорошо, что не long, я не знаю. Можно было short передавать, но они решили int. А затем, что если он вернет минус 1, это будет изучать конец потока. То есть, ну, понимаете, вот если бы я у себя в работе сделал вот такую сигнатуру, ну, мне бы со стыда сгорело, наверное. Просто мне бы очень долго приходилось объяснять руководству, почему я так сделал. возвращать int, который на самом деле байт, только для того, чтобы вернуть минус 1. Я предполагаю, что сделано все это для того, чтобы работало быстрее. Можно было бы вернуть байт в виде объекта, то есть байт с большой буквы, объект байт. И тогда бы он мог быть null, если поток кончился. Но байт конструировать нужно, он больше памяти занимает. Это долго. Int, наверное, занимает меньше. Можно было бы кидать exception. Но exception, как я уже говорил, это, ну, опять же, плохой паттерн. Это означает, что у вас произошло внештатная ситуация. Здесь ситуация штатная. Кончился поток. Ну, кончился, и все, значит, там минус 1. Вот. Усугубляет ситуацию то, что есть функция тоже с названием read, которая на вход берет массив байт и тоже возвращает int. int, но этот int, это количество прочитанных байт. Опять же, ну, да, в общем, если привыкнуть к этому, обернуть все в библиотеку и забыть, то с этим можно работать, да. Причем, обратите внимание, она возвращает интеджер в качестве размера. То есть это значит, что мы можем прочитать из всех стримов, с которыми работаем, не более чем int байт. То есть не более чем 4 с чем-то миллиардов. Даже если считать, что здесь int это целое 2 миллиарда. Ну, в смысле, знаковое. У нас интеджер знаковый, максимальное значение его примерно 2 миллиарда. Значит, мы можем прочитать не более чем 2 миллиарда байт за один раз. Тоже странное решение. Но, наверное, в 95-м году оно казалось нормальным. Я так думаю, что этот код, он как раз идет оттуда, из этого древнего еще состояния. Ну, собственно, естественно, что стримы должны были появиться в самом начале. Работа с внешними устройствами. Это одна из основных вещей в Java. Может быть, она написана еще до 95-го года кем-то. И так она и осталась, и все привыкли уже. Написаны тысячи статей. Ну, как я уже сказал, типа, сделайте вот так, используйте и будьте счастье. И уже просто никто не хочет это трогать. То есть я думаю, что я убедил вас в том, что она странная. Но несмотря на… Ну, как бы придется ей пользоваться, потому что у нас других вариантов нет. То есть у нас все input-стримы, все вот реализуют вот эти функции. Abstract Intread должен переопределить всякий, кто унаследован от input-стрима. То есть файл input-стрим, там у вас сетевой input-стрим, еще какие-нибудь input-стримы, они все должны вот это вот определить. Кроме двух вот этих методов read, ну, есть более очевидные, они как-то уже не вызывают такого протеста методы, mark-reset. Они позволяют вам поставить в вашем потоке метку, если вам понадобится вернуться к ней. Но это естественно в том случае, если ваш поток эти метки позволяет. Если вы дописали поток, который температура считывает с градусника, то вряд ли вы сможете вернуться в прошлое, запросить, если у него кэширования нет. То есть как бы они есть во всех input-стримах, но не во всех они работают. То есть как бы можете, для файлов можете его использовать. То есть можете поставить метку где-то в input-стриме, вернуться к ней и начать с нее читать еще раз. Вот. Можете сбросить эту метку. Ну и, собственно, основная задача, я ее выписал, у вас все input-стримы должны байт за байтом читать что-то из входа. Output-стрим аналогично должен один с другим в поток закладывать байты. Ну, следующая часть про input-output-стримы будет, в общем-то, ответом на вопрос, а зачем они все это сделали. И как бы в терминах задачи, что там надо некую структуру уяснить, я вам хочу показать 4 дерева наследования. Ну, то есть это уже набор конкретных классов, построенных на основе output-input-стрима. Кроме output-input-стрима, это output-input-стримы работы с побитыми. Есть еще специально сделанные два базовых класса для работы с чарктерами. То есть вот эта схема для побитовой работы. Первый, ну, собственно, самый-самый понятный, самый нами, наверное, для вообще везде используемый наследник у input-стрима, это файловый input-стрим. То есть это вот просто вы читаете из файла по битам. То есть файл input-стрим придуман. Это класс, который реализует все функции input-стрима, но только применительно к файлу. С ним вроде как проблем никакой особой нет. А вот фильтр input-стрима, это уже очень интересная вещь. Кто из вас слышал про шаблон-декоратор? Слышать? Слышали. Очень хорошо. Так вот, вся работа с потоками в Java — это сплошной шаблон-декоратор. Давайте я перейду чуть дальше, потом мы вернемся к этой схеме предыдущей, чтобы проиллюстрировать, о чем все это. Вот у вас фильтр input-стрим, он тоже унаследован от input-стрима. То есть у него весь набор функций такой же, как у input-стрима. Но только он в конструкторе своем хочет себе еще какой-то input-стрим. Какой-то. То есть кто-то должен создать, вы должны создать где-то input-стрим, потом создать фильтр input-стрим, ему передать input-стрим на вход. И так как и то, и другое — это input-стримы, во всех своих функциях фильтр input-стрим будет просто вызывать функции input-стрима, которые мы передали. То есть он просто обернулся вокруг него, декорировал от всего остального поведение input-стрима, которое вы передали. Получился вот у вас один input-стрим, а вокруг него фильтр input-стрим. Вот здесь еще возникает вопрос, а зачем создателям нужно было? Вернемся чуть раньше. Вот у вас этот фильтр input-стрим. Сам по себе он ничего не делает. Он просто оборачивает того, кому ему передали. То есть мы ему создадим, допустим, файл input-стрим, new file input-стрим, скормим ему имя файла, создали input-стрим. Замечательно. Можем передать в файл input-стрим, и ничего не поменяется. Но у файла input-стрима есть наследники. Буферизованный input-стрим и датый input-стрим. И вот они тоже получают на вход ваш файл input-стрим, но они переопределяют функции input-стрима так, чтобы с чтением из файла вы работали буферизованно. Или по датам. То есть вы можете считать объекты. Дата input-стрим работает с чтением объектов. Буферит input-стрим делает тоже чтение из файла, но только буферизованное. Точно так же у вас работает output-стрим. То есть тоже есть файл output-стрим и есть фильтр output-стрим, у которого тоже наследники, которые тоже на вход хотят, допустим, файл input-стрим. Здесь же я только файл поместил, но на самом деле здесь же может быть еще там работа с сетью, еще, ну то есть их может быть конкретно, вот эта вот конкретная реализация с конкретным устройством. А вот это, это способы работы с этой конкретной реализацией. То есть то, что у вас унаследовано от фильтра input-стрима, это то, что позволяет неким особым способом, например, здесь еще может быть декодирование ZIP-а. Вот здесь же вот, может быть input-стрим, который ZIP декодирует или еще что-то. А от input-стрима сразу вы можете наследовать тех, кто конкретно с разными устройствами имеет дело. Ну сейчас я еще пару слов про этот слайд, перейду дальше уже к примеру. У output-стрима, кроме чтения объектов и чтения буферизованного, то есть на самом деле можно как сконструировать? Можно создать файл output-стрим, передать его в data output-стрим, а data output-стрим передать в буфере output-стрим. И тогда вы в файл буферизованно будете записывать объекты. Вот такая вот получается матрешка. И у output-стрима еще есть, ну в отличие от input-стрима, есть еще возможность флешить. То есть это флеш результатов. У него есть функция, типа вот я набросал много данных, запиши их туда. И вот print-input-стрим, он как-то еще, я сейчас не скажу точно, не знаю, что он есть, он нужен для того, чтобы флешить регулярно, независимо от вас, чтобы не сами флеш вызывали, а там через какие-то разумные сам по своему алгоритму будет вас флешить. Так, декораторам, я думаю, понятно. И сейчас будет еще понятнее пример работы с матрешками. То есть все наши input-стримы, они вот собственно вот так и состоят. Мы берем один, создаем, помещаем во второй, второй, в третий и так далее. И получаем… Да, вот этот пример взят с stackoverflow. Я его перевел на русский. И мне он очень понравился. Представьте, что у вас есть java-объекты, которые вы стерилизовали в файлы, зазиповали, и после этого вы еще хотите их прочитать относительно быстро. Вот всей вот этой матрешечной структурой input-стримов, чтобы это сделать, нужно создать вначале файл input-стрим, сказать какой объект, нужно сказать какой файл. Потом создать буфер input-стрим, чтобы читать быстрее. Потом создать специальный gzip input-стрим, чтобы читать из архива. Потом, так как это данные, нужно создать… А, вот еще object input-стрим, чтобы прочитать объекты java-овские. И, в конце концов, вот уже все-таки прочитать. То есть, видите, вот это ответ на вопрос зачем. Получается, что вот у вас некий россыпь возможностей. Смотрите, нам никто не помешал бы, например, читать это все не из файла, а из сети. То есть мы можем… Представьте, что вот та же самая схема, только с output-стримами. У вас есть объекты, вы хотите их передать по сети. Вы их создаете output-стрим для сети, создаете буферизованный output-стрим, зипуете все это дело. Ну, то есть, не знаю, создаете объект, зипуете, передаете по сети. С обратной стороны все в обратном порядке разбираете. А до некоторой степени их можно менять местами. Ну, то есть создавать в другом порядке. Получается вот некий такой конструктор, из которого создатели вам предлагают сконструировать решение для своей задачи общения с внешними устройствами. Вот это, наверное, вопрос, ответ на вопрос, зачем все это надо. И кроме работы с побитовой, есть еще в Java работа с чарактерами. То есть writer и reader это тоже базовые классы, только для работы с чарами. По умолчанию, в качестве чарактеров Java считает, что это кодировка UTF-8. Точно так же у вас здесь есть набор, ну, то есть это та же самая матрешка на самом деле. То есть у вас просто набор ридеров, из которых можно скомпоновать конкретный вид того ридера, который вам нужен. То есть, вот вернувшись к теме, какую структуру в голове запомнить. У вас в Java 4 базовых класса, 2 на чарактере, 2 на биты. Соответственно, 2 input и 2 output. И из этих базовых классов есть классы, которые непосредственно работают с устройствами, есть фильтры, которые их оборачивают, позволяют с ними работать, добавлять некую функциональность. Например, писать, читать буферизовано, писать, читать объекты, писать, читать строки. И вот из этих всех возможных оберток вы можете скомпоновать тот вариант, который вам нужен. Но теперь, наверное, неудивительно, что в книгах и на сайтах просто сказано, вот пример нашего ухода, как читать из файла. Скопируйте себе в библиотеку и используйте. То есть, в общем, в большинстве случаев решение, ну, оно вот примерно вот так выглядит. То есть, это simple file reader. он берет уже готовый файл reader, берет буферид reader и по строкам его оттуда читает. То есть, смотрите еще раз, что вам нужно сделать. Вам нужно создать файл reader, сказать ему, какой файл вы хотите прочитать. Создать буферизованный reader, чтобы читать быстро, передать ему файл reader. И построчно из буферизованного, нет, в данном случае буферид, наверное, как раз построчную функциональность добавляет. Да, этот читает из файла, а буферид reader просто по строкам его разбивает. И по строкам его прочитать, вот здесь просто будете по строкам выводить все одно с другой. Все было бы хорошо, если, ну, как я уже сказал, джава по умолчанию считает, что все в utf-8. Если вам нужно читать, а, даже нет, здесь по-другому, джава в utf-8, а файл reader, он берет кодировку вашей операционной системы из переменных окружения. И если вы хотите прочитать файл в другой кодировке, запомнили, сколько здесь строк кода, то вам придется сделать уже что-то вот такое. То есть получается, что вы уже должны создать файл input stream, из него дата input stream, указать, какую кодировку буферид reader уже вот здесь читать строки. То есть вот это уже матрешка из четырех, сконцентрированный из четырех стримов. Я думаю, что предыдущий пример он в себе внутри делал то же самое, просто он вас отскрывал и вот этот тоже. И вот это возможность уже как бы кастомные какие-то свои собственные чтения устраивать в зависимости от того, что вам нужно. Для наших примеров, для большинства вот этих двух классов, в общем, будет достаточно для того, что файлы читать. То есть я вам рекомендую на базовом уровне написать оба, допустим, посмотреть, что вам предыдущий прочитает, если вы не в utf-8 сдадите, например, если вы в Linux, или посмотрите, как у вас кодировка в Windows или в Apple, за что вы работаете. Посмотрите, что вам выдает в предыдущий результат, будет ли он работать. Ну и вот этот вариант тоже реализуете. Следующее, что я хочу вам как раз рассказать, это еще одна неприятность, которая есть при работе с потоками. Да, давай вернусь на предыдущий слайд. Все правильно. Здесь в конце есть еще close. Все потоки надо закрывать. Вы можете закрыть последний, он каскадом закроет все ваши предыдущие. Можно у потока несколько раз вызвать close, ничего страшного. То есть если вы здесь выберете close для всех, для них тоже все нормально. Закрытый поток еще раз закрыть, он не будет ругаться. Все нормально будет. Но закрыть их нужно обязательно. И вот здесь наступает следующее неудачное, мне кажется, архитектурное решение. То есть мне оно не нравится. По коду, мне кажется, видно, что, ну, чем не нравится. То есть смотрите, вы создали последовательность своих ридеров ваших потоков. Они очень любят сыпать исключениями. То есть там очень много всяких разных отключений у вас может вылетать. А для того, чтобы перехватить все исключения, можете писать просто exception и все. То есть если расписывать подряд все, как я ни кидаю, там их много будет. На каждое какое-то неприятное событие он выкидит исключение. Если он выкинул исключение и вышел из кода, который его закрывает, то никто его уже никогда не закроет. То есть у вас будет открытый поток. Если вы, допустим, стали читать из файла, то и, не дай бог, писать в файл, то вы снова его открыть на чтение или на запись уже не сможете. Есть еще проблема. есть функция вроде деструктора finalize для Java объектов. Вроде бы как можно было бы ее заиспользовать, но если у вас памяти очень много, у вас Gabby Collector может вообще не убрать память за этим объектом. То есть он может просто не дойти. Памяти есть, зачем? Java машина живет. У вас будет висеть объект, который держит ссылку на, то есть он собственно самый есть, открытый connect, а удалять его никто не хочет. Финалайз для него может вообще не быть вызвано никогда. То есть вот это все очень ненадежно, ну то есть как бы вряд ли вам это, вы это встретите, но в хороших надежных программах как-то вот это вот с этим надо бороться. Ну универсального метода у меня нет. То есть я честно не знаю. Единственное, что я могу предложить, это попытаться подписаться на что-то. Может быть тогда вы сможете со временем себе прибить этот, освободить процесс. А если, смотрите, утекание открытых коннектов, ну это вообще катастрофа. То есть гораздо быстрее у вас закончатся дескрипторы все, чем... Ну то есть в общем-то вообще очень плохо. И сделано в Java тоже, на мой взгляд, не очень надежно. То есть здесь будьте осторожны. Я не хочу сказать не читайте файлы, не пишите в сеть, потому что это ужасно и ненадежно. Пишите, читайте. Сделано удобно, из матрешки можно сконтролировать что угодно, но будьте осторожны, потому что вот с этим совсем вам придется что-то делать. Ну вот теперь к хорошему, потому что класс файл это очень хорошая вещь. Это некое наше представление пути к файлу или к директории. То есть с ним как раз очень удобно работать, он оборачивает от нас путь. Причем совсем не обязательно, чтобы файл действительно существовал. То есть вы можете файл сконструировать на основе некой строки, подразумевать, что это путь. Вы можете потом спросить, осуществует ли по этому пути файл. Можете узнать абсолютный путь, если файл существует, то она возьмет ваш путь, возьмет путь при каждом старте любого приложения есть Home Directory. Она Home Directory свою хранит. Все ваши пути вы можете внутри задавать относительно. То есть вы можете создать файл, передать него относительный путь, потом спросить абсолютный путь, она вам вернет директорию, в которой работает Java приложение, плюс тот путь, который вы передали. Обношение к файлам у нее линуксовое. То есть она считает, что файл и директория это одна и тоже. То есть вы можете спросить у файла а директория ли ты? Если это директория, ну она true вернет. Создать, уничтожить и вы можете уничтожить файл на выходе. То есть вот это кстати очень удобно, особенно для тестирования. То есть если вам нужны какие-то временные файлы, вы создаете файл, передаете строку, говорите создать и говорите ему, что надо будет его удалить на выходе. И на выходе из приложения все ваши временные файлы будут удалены. То есть вот с этим с файлом я вам рекомендую его использовать и в общем он просто скроет от вас всю работу с путями. Той, которая была в вашей оси. Так. Ну и собственно у меня осталась файловая система теперь. Я не знаю видно там картинку или нет. Это виртуальная клавиатура, которая вам на столе может подсветить прибор. Некая похожесть у виртуальной файловой системы есть. Это уже следующее домашнее задание. То есть ну я вам предлагаю сделать уже к следующему следующей лекции написать свою файловую систему. Здесь я выписал ну как не файловую систему я не предлагаю вам загружать данные файлов в память или по ним там лазить. Это именно виртуальная файловая система. То есть при обращении к ней она потом редиректит все ваше обращение внутрь к файлам. То есть это некая обертка над файловой системой, которая представляет вам возможность быстро и удобно с ней работать. То есть из того интерфейса, который я предлагал реализовать, можно написать из exist, ну то есть она просто спросит, существует ли текущий такой-то файл. Спросить директория это или нет, ну вроде здесь по-моему все имена говорящие, плюс я хочу добавить сюда две функции на чтение, прочитать в байты и прочитать utf-8 строку. То есть просто вот файл, который мы прочитаем каким-то образом в строку или в поток байт, в массив байт. И задача со звездочкой это сделать итератор на файловую систему. Смотрите, у вас файловая система это дерево. И нам может понадобиться обойти это дерево. Кто из вас обходил деревья вширь, вглубь как-нибудь? Ну отлично, значит вы уже знаете, остальные познакомятся, это очень хороший опыт. То есть в качестве базового вы можете взять, давайте я перейду наверное уже к деталям реализации, то есть в каждой файловой системе, в вашей виртуальной файловой системе, я предлагаю хранить указатель на корневую директорию. То есть при создании в конструкторе вы указываете где она будет работать. Как я уже сказал, во всех джао приложениях есть рабочая файловая директория. Если вы здесь скажете, допустим, вместо стринги зададите точку, ну как-то вот так, то она будет считать, что у вас рабочая директория, вот этот root совпадает с директорией, в котором запущено ваше приложение. Насколько я помню, там может быть два варианта, либо это бинарная директория с бинами, либо директория с проектом в Eclipse. Я не помню, можем сейчас посмотреть. Запустить, посмотреть. То есть у вас в файловой системе, виртуальной файловой системе, внутри лежит корень, и у вас, вернусь к предыдущему слайду все, вы определите все вот эти функции, в том числе итератор. Итератор, я не знаю, видно сам код, но это вот мое предложение, как можно реализовать итератор. То есть смотрите, он в себе хранит очередь и пробегает по файлам, то есть берет список файлов, если это директория, заходит внутрь. То есть получается у вас как бы нижние листья это файлы, а остальные ноды это директории. Вот он по ним пробегает и собирает все внутрь очереди. Это очень полезно будет нам для работы с ресурсной системой. То есть вот это я вам рекомендую реализовать уже. Вы можете заодно потренироваться, сделать еще контекст, положить в него месседжевую систему и например виртуальную файловую систему тоже передавать ее везде. То есть некоторые вещи нам из этого пригодятся. Ну вот содержательная часть закончилась. У меня есть еще код, который я вам как раз оставшиеся 15 минут хочу показать. Это билеты, которые основаны на темах сегодняшних. Давайте подумать еще раз, если у вас есть вопросы какие-то по темам. Как бы я уже говорил, на каждый билет нужно где-то 3-4 предложения в целом просто сказать, что это, зачем это и как использовать. Если вы на все на это можете ответить, то значит сегодняшняя лекция прошла удачно. Значит, я вам хочу показать, ну вот она уже открыта, у меня в примерах есть работа с случайными числами, со временем, с подпиской, с контекстом и с файловой системой. Давайте с рандома же и начнем. Собственно, я не стал особо много сложных вещей делать, просто создал три рандомных объекта, ну, для генераторов случайных последовательностей. Один без параметров, один с заданной, с заданным зерном и один с текущим временем. Так, окей. А, ну, еще там масса, еще внизу затесался. Добавок. Вот результат, который она мне выдала. Можно видеть, что средний у нас не меняется и я бы сказал, что она действительно не очень случайные последствия выдает. То есть, это честная математическая случайность наша. Смотрите, здесь два раза 91 у нас получилось. Здесь, например, все вокруг 41. То есть, может быть, действительно не зря люди, конкретные пользователи ваших приложений предвзято относятся к математической случайности. Здесь и не должна. вот эта не должна последователь меняться. Здесь все правильно. Здесь мы потому что зерно задали одно постоянное. А вот эти первые и третьи они должны меняться. Ну, то есть, в общем, я думаю, что для наших задач вот этого рандома, основанного на третьем томе кнута будет вполне достаточно. достаточно. Вот. Если потом где-нибудь вам нужно будет создавать действительно юзерфрендли приложение, сиду-мейеру, то уже можно будет всячески придумывать какие-то странные решения, создавать отдельную службу с рандомом и, может быть, имеет смысл будет написать, допустим, не по кнуту, а свой собственный алгоритм, или взять из каких-то библиотек. то есть что-то в общем можно будет сочинить. Так, работа со временем. Ну вот я здесь предлагаю выводить миллисекунды, позиксное время и время в форматах трех языков. Что забавно, что я локаль русскую здесь у себя не нашел. Давайте посмотрим, что есть. Так, сейф. кто знает, немецкий и французский из вас могут проверить. Ну вот, вот с этим временем нам предлагают работать. Ну то есть, смотрите, можно, в принципе, проставить вот точки вот здесь, вот здесь и вот здесь и будет уже почти human readable формат. То есть, вот это будет аналог года, например. Вот это у нас количество секунд, это количество сотен секунд, и это, значит, сотен секунд это вот это. Ну то есть, в общем, можно как-то разбить ее на, допустим, точки проставить, ну то есть, превратить в чуть более читаемую для человека. В принципе, этим временем можно пользоваться. Оно ничем не хуже, а во многих смыслах гораздо лучше, чем время, с которым мы привыкли работать. Ну потому что переводить время, даты в часы, в минуты, в секунды, ну, как-то уже не современно, что ли. Позексное время тоже самое, только без секунды, вот оно, интеджерное есть. Причем, смотрите, у нас уже здесь, значит, тысячи, миллионы, 1,3 миллиарда, ну вот я говорю, уже две трети мы выбрали, то есть, смотрите, нам осталось еще 700 тысяч, и время кончится. 700 миллионов, простите, секунд. ну и вот время немецкое, французское, формат короткий, даты, и непосредственно время в часах, в минутах. так, дальше, в мейне у меня работа с таймером, сейчас я ее покажу, то есть, я здесь предлагаю подписываться, ну вот смотрите, я сделал тайм-сервис, давайте на нее его включу, потому что это синглтон заодно, то есть, вот смотрите, у него синглтоновый, синглтон статиком он держит самого себя, а здесь же он держит таймер, вот этот таймер, это уже как раз библиотечный таймер, вот, при создании, ну, собственно, при вызове инстанса мы создаем, как и надо, для синглтона его, если его нет, если есть, возвращаем, функция старт у нас запускает таймер, ну, фактически создает новый таймер, а функция стоп этот таймер выключает, вот, кроме того, мы можем положить таск наш, ну, вот, это практически код из примера, который я показывал уже, то есть, вот таск, вот миллисекунды, и мы его подкладываем в таймер, вот и все, а, ну, и как нужно для синглтона, здесь приватный конструктор, вот этот вот, так, а работает это все, тихо-тихо, сюда, а работает это, я на 10 секунд его зарядил, сейчас, то есть, вот, смотрите, здесь, нет, это я тайм, извиняюсь, это тайм-сервис, так, сейчас я запущу, и будет понятно, вот мы его запустили в 0,7 секунд, и в 17 секунд он у нас сработал, причем, обратите внимание, процесс еще живет, то есть, чтобы процесс остановить, надо его, прекратить его работу, а живет он, собственно, вот так выглядит само создание таска, то есть, вот у нас новый таск, анонимный, вот схема анонимная, о которой я говорил, то есть, вот видите, вот здесь вот, вот это вот, закончили создание анонимного класса, вот здесь начали создание анонимного класса, вот тут закончили, И здесь же в методе run мы можем остановить сервис, можем не останавливать. Если мы хотим его остановить, ну вот я сейчас еще раз запущу, еще на 10 секунд. То есть мы его запустили, 10 секунд он у нас ждет. Через 10 секунд он сработал, и процесс остановился, видите, все. То есть таймер мы тоже остановили, у нас ни одного действующего 3D нет, все закончилось. Так, то же самое, только с контекстом. Здесь, по-моему, тоже таймер. Да, здесь тоже таймер, но только я этот таймер хочу помещать в контекст. То есть здесь, смотрите, я создал контекст. Вот он, сейчас как бы мне это скрыть, наверное. Да, так лучше. Создал класс контекста, практически идентичный тому, который я вам показывал. Создал сервис, и смотрите, в конструктор сервиса передаю контекст. И здесь в конструкторе сервиса его самого в этот контекст и подкладываю. Таким образом, я никак не могу больше создать тайм-сервис для контекста, кроме как вот таким образом. Все. То есть у меня нет возможности создать несколько тайм-сервисов и положить их несколько штук в контекст. Потому что я в самом конструкторе, можно так делать, можно не так делать. Можно просто здесь создать сервис и положить его в контекст. Но тогда вы сами сервисы можете создавать сколько угодно штук. А вот с таким подходом, с передачей контекстов в конструктор, вы гарантируете точно, что у вас только один сервис будет, и все. Ну, собственно, и все. Все остальное, этот таймер делает то же самое. То есть если мы его запустим, он тоже 10 секунд подождет и сработает. Все. Так, и последний пример у меня был с файловой системой. Я вам как раз покажу, как я разверну дерево. То есть у меня в файловой системе, вот я создаю VFS-imple от текущей директории. Вот заодно пропечатаю текущую директорию. То есть мы просто увидим, где мы находимся. VFS, getAbsolutePath. И хочу получить итератор, ну, на, собственно, на эту самую директорию, то есть на базовую, вот здесь вот. А потом пропечатать все, ну, то есть просто пройтись этим итератором по файловой системе. Вот, давайте посмотрим. Ну, пожалуйста. То есть сейчас чуть понятнее покажу. У меня получился обход в ширину. Смотрите, я начал с системных файлов. Вот они, .class, .project, .setting. Потом я обнаружил, что здесь еще есть директория BIN, директория SRC. А, ну, и системная директория Settings. Я зашел в нее, потом зашел в BIN, побежался по BIN. Потом в BIN я обнаружил директорию BASE, зашел в нее. В BIN я же обнаружил ивенты, зашел в них. И вот так вот она в ширину мое дерево обошла. Потом BIN она прошла, зашла SRC, пошла по SRC, точно так же SRC зашла. Вот задача со звездочкой – это сделать вот такой обход для вас. Ну, в принципе, итератор я уже в примере со слайдами показал. Я думаю, что здесь, опять же, никаких больших сложностей не будет. Заодно, знаете, потренировать обход дерева, я думаю, всем нужно хотя бы один раз. Все. Субтитры сделал DimaTorzok